Что если статуя раскрашена, то это какое-то варварство, какой-то балаган, а совершенно не вот эта вот такая глубокомысленная античность, о которой так много наговорили. Ну и, в общем, даже отчасти немалую роль сыграло еще и, и, понятное дело, такое, ну как мы все понимаем, здесь, к сожалению, в фон у меня что-то похож, ну не суть, а древе белого человека, мы понимаем, да, что даже на уровне словесном, как бы, белый и цветной, оно, как бы, такими коннотациями обросло в западной культуре, что, в общем, тоже, несомненно, играло свой роль. Ну, постепенно, естественно, накапливались археологические данные, которые всю эту прекрасную белую, ну там, прекрасную белую Грецию и Рим начали основательно рушить. Понятно, что все эти римские статуи обесцвечены, это как бы одно, но с момента открытия везувианских городов, ну мы знаем, да, что это извержение Везувии, оно погребло под собой несколько городов, прежде всего, Помпеи, Стадии мы знаем, там, да, Геркуванам очень известные, они по-разному немножко там плохо, мы не будем сейчас этого касаться. Смысл в чем? Да, ну еще очень важно, что, это очень важная для нас фигура, вот, Плиний Старший, да, от которого до нас дошли очень важные записки, без которых мы получим, ну, массу вещей про техническую сторону, в большей части, искусство, античную, просто незнабельную, да, и интересно, что как раз Плиний Старший он погиб, ровно вот, при извержении Везувия, потому что он был там, значит, соответствующим административным работником Рима, и поплыл посмотреть, что же там происходит, он находился вне извержения, но он туда, значит, вот, поплыл посмотреть, но он еще, как бы, у него было еще любопытство, потому что он же, вот, естественно, история, она была не только проживаясь, и не столько проживаясь, а вообще про различные, значит, явления природы, в частности, извержение его тоже очень заинтересовало, он не доценил опасности, и там погиб, но успел, слава богу, оставить на ноги детям. Самое главное, что принесли везуванские города для нашей темы, это, конечно, безумное обилие полихромин. То есть, как бы, ну, здесь вот есть, конечно, сверху мы видим, это реконструкция, снизу это то, что уездили метрополитную музею, а потом, вправо, вот, натурально дали, мы мистерии, мы видим, ну, то есть, это натуральные фрески, и с точки зрения, как бы, живописи вопросов не было уже никаких. То есть, конечно, изобилие живописного материала, оно было огромное. Отчасти еще сыграла роль, конечно, постоянно проводимый параллелизм Египта. Ну, собственно говоря, идея о том, что, ну, вот, мы видим, в левом углу до Акурос классический, и, как бы, египетская статута, о том, что они, параллелизм, как бы, существует, никаких сомнений не было. И то, что в Египте массу всего раскрашивали, и эта раскраска, в отличие от Греции, гораздо лучше сохранилась в силу египетского климата, это тоже всем было понятно. И греки с Египтом общались очень тесно. Вот, как бы, небезызвестный, значит, Абусимбельский храм Рансесса II, да, вот эти колоссы, там, собственно говоря, вот справа, это прорисовки того, что выбито на коленях. То есть, там есть граффити, это самые древние греческие записи в Египте, которые обнаружены. Это наемники, которые позднее и позднее, уже, значит, египетские фараоны нанимали для похода в Нубию. Вот они оставляли свои записи, что из Греции, как бы, в самый архаический период, с Египтом общалась вплоть до низких порогов. То есть, вы понимаете, да, это весь Нил, практически, да. Поэтому узнали много, но это все очень косвенно. Здесь, ну, кратенько, значит, перечислено, как в каких, значит, аспектах, может быть, рассмотрена эта вся полихромия. Но давайте перейдем к конкретике. Условно говоря, полихромия отваневывала позиции, будем считать, постепенно. То есть, разумеется, дольше всего держались беломраморные статуи, признать раскраску которых оказалось, ну, сложнее всего. Поэтому давайте мы примерно в таком же порядке продвигаемся. Сначала довольно быстро выяснили, что, ну, в общем, архитектурные детали окрашивать можно. Видимо, ничего там страшного нету. Это и Помпеи показывают. И все больше находок, ну, вот на Сицилии очень много было находок, в частности, храма Селинунта, да. Мы видим, вот, в левом углу, это реально, как бы, сейчас в музее можно увидеть эти остатки. Соответственно, потихонечку все это осваивалось. Тоже, видите, вот, слева, реально, справа, вот, реконструкция, да. Это тоже храмовые такие. Есть фрагменты, вот, пожалуйста, фрагменты в Эрмитаже, которые были доставлены туда с персоналического, с Севастопольского, да. Тоже, вот, остатки полихромии на разных памятниках. Македонские гробницы, которые вообще практически похожи на храму, но это уже более поздние какие-то вещи, да, уже. Вот, современные исследования Капителиса Афинской горы. Тоже, значит, остатки окраски, но про остатки, как их обнаруживают, мы расскажем, чуть похоже. Довольно быстро выяснилось также, что это не ограничивалось какими-то небольшими покрасками, а, как бы, храмы активно использовали раскраски больших плоскостей. Фронтонов, стен, да, и метопы, естественно, раскрашивались в фоны, да. Это тоже находки были абсолютно доказательные и много. И поэтому, как бы, больших сомнений не вызывало то, что это, как бы, факт. Опять-таки, да, реконструкторы стали уже рисовать эти все фоны, но большей частью сами скульптуры оставлялись все еще белыми. Сначала фоны большей частью, ну, это, на самом деле, оттенки окрасок, как мы попозже поймем, да, все красные, желтые, конечно же, это самая дешевая, самая распространенная краска, которая доступна повсюду и везде. Естественно, на первой стало, как бы, массово используются синие краски, более сложные, их банально сложнее найти, но все это мы еще коснемся. Ну, вот, соответственно, тоже еще известные такие реконструкции, то есть мы видим уже, как бы, и треплиф, и метоп, они все уже, и фронтоны, активно красятся фоны, но в статуе все еще белые. Более того, ну, существует совершенно конкретное подтверждение того, что это нормальный стиль такой, вот мы видим, да, геммы, или, там, стеклянки. Странные вещи, то есть такие, заведомо монохромные. Ясно, что никто не будет вот этот цветной камень еще красить, да, вроде как страны видеть. То есть, ну, так, нормальная вроде идея, что так, наверное, и было. Собственно говоря, вот тот же Геторф, который активно реставрировал, как бы, ну, реконструировал окраску храмов, вот он же, как бы, применял это и в собственной архитектурной практике, и в Париже. Ну, тут всем известный стиль, да, то мы встречаем в Москве, который можно найти ни в одном месте. Вот, собственно говоря, полноразмерная копия Парфенона создавалась в Эршвиле, она вот как раз по такому принципу и создавалась, да, то есть вот мы видим, есть фоны раскрашены, фигур нет. А сверху, это как бы световое шоу, которое сейчас проводится, вот в этой, в этой выставке создавалась такая, которая до сих пор стоит. Ну, и, соответственно, примерно вот на этом уровне, и как раз и зафиксировалась полихромия в Супушкинском музее. То есть мы видим, что он как раз вот эту вот идею сплошных закрашенных фонов в большом количестве активно использует. Хотя на самом-то деле фоны были, отнюдь, не всегда монохромные. Вот одно из самых известных на данный момент образцов римского, парадная римская, значит, это форма августа, да, и вот фон для статуи. Статуя не сохранилась, только жалкие обломки, а фон, это расписной мрамор. То есть это никогда не выложены, да, мозаи. Ну, и так далее. Значит, были, конечно, примеры цветной скульптуры, которые оказались, ну, более-менее очевидными. Ясно, что, как бы, давным-давно все знали о письменном источниках существования крис-инфантинской скульптуры, то есть, как бы, золото и слоновая кость. Ну, как бы, ясно, да, есть какие-то составные вещи. Вот, Карпмер де Кинси, кстати, который вот справа, его реконструкция, да, он один из пионеров, вообще, вот этого вот углубленного изучения и больших дебатов на тему полихромии. Он был сторонником того, что это точно было, это надо обсуждать, это нужно вообще активно вводить в оборот. Слева мы видим, вот, орбитажная элегрика такая, да, но она вот такая умеренно полихромическая, скажем, прямо. Два цвета есть, ну, вот, как бы, на этом мы готовы признать, что глупо отрицать существование таких вещей, тем более, что были еще акроэлитические скульптуры, это когда вот только куски какие-то, да, изготавливались из камня, а остальное могло быть, ну, из самых разных материалов, ну, и очевидные, как бы, находки просто, вот, составных скульптур из разных материалов, это, такими, их, конечно, было гораздо меньше, несомненно, в процентном отношении, как бы, это жалкие проценты, по сравнению с общим количеством скульптуры, ну, тем не менее, вполне полны музеи, и, как бы, и из Ватикана, и из Наполя. Другой пример совершенно, как бы, опять-таки, в массовом порядке ставших, который начал поступать после археологических находок, это различные терракоты, то есть изделий из глины, да, конечно, да, они тоже красились, там очень много сохранилось этой окраски, ну, и тоже, как бы, глупо было уже сопротивляться на эту тему, да, мы понимаем, вот, тонарочки, статуэрские, да, вот здесь, важный момент, вот это, кстати, тоже, вроде, такая мелочь, но интересно то, что здесь изображены конкретно боги, да, то есть это, это не просто, как бы, игрушка, как тонарка, а это, вот, что-то такое миниатюрное копия светилища, в котором, как бы, представлены, ну, вот, божества, мы видим, что они тоже были вполне себе раскрашены, это, как бы, наводит на размышления. Ну, масса, вот, пожалуйста, тут, понятно, эрмитажные образцы тоже, вот, это сейчас вот был на выставке в Керчи, только что, такой вот, Ликин, да, он тоже с большим количеством цвета, вообще даже есть стиль такой, да, как бы. Этруски тоже, понятное дело, которые очень много там заимствовали от греков и очень большое влияние оказали на римлян и так далее, там тоже, конечно, огромное количество найдено всяких терракотовых образцов, такие шаблонные, на самом деле, саркофаги, да, которые создавались, ну, в общем, там, чуть-чуть не печатью, да, которые тоже очень активно раскрашены, это все было понятно. Дальше существует еще такая тема, ну, существует отчасти некоторое количество письменных упоминаний, этичных авторов про то, что раскрашка была, ну, и некоторые, как бы, изображения статут, да, или вообще каких-то рельефов. Вот, например, вполне себе такая герма, да, из, опять-таки, это помпейская, да, ну, то есть мы видим, что это как голова такая, да, в саду, она явно скульптурная, ну, вот она спокойно себе раскрашена. Вот еще более наглядные примеры. Справа просто изображение статуи Артемии, да, которая имеет полную раскраску. Слева тоже очень известная фреска помпейская, где художница, скорее всего, пишет картину с герма, да, то есть там, вот видите, там такая статуэтка раскрашена, она с ней пишет картину, ну, или же она, наоборот, по образцу раскрашивает скульптуру, как есть другая версия, ну, и в том, и в другом случае мы понимаем, что скульптура раскрашена, это нам, да, ну, сочинам, это не очень важно. Еще одна очень редкая, как бы, такой очень редкий представитель, собственно говоря, довольно редко вообще изображались, ну, как бы, рабочие люди, что-то называется, да, такие профессионалы за работой, а это вообще уникальное изображение, где художника совершенно явно раскрашивает, причем мы видим, что это такой бородатый мастер, значит, как грек заведомо, да, то есть не римный, в гематии сидит такой, да, скульптурный портрет тоже достаточно, по-плечески прям можно датировать, то есть, например, понимаем, когда это происходит, портрет раскрашивается. Почему не режется? Нет, не режется, конечно, потому что режется молотком. Портрет... Ну, какие-то детали прорабатывались, так сказать, тонкими такими изглами. Да, 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 но тем не менее, это не мастерская скульптора, она очень специфическим образом оформлена. Вот, еще один очень такой важный образец, который тоже по всему, естественно, сейчас рассматривается. Мы видим художника, раскрашивающего, ну, там, в случае, статуи Герак, он там шкуру немецкого льва раскрашивает, причем раскрашивает совершенно явно каустикой. То есть, это живопись на основе воска. Она была возможна только при условии разогревания этого самого воска. И вот слева мы как раз видим мальчика, который в соответствующей жаровне греет инструмент, чтобы вот эту горячую роспись производить. Опять-таки, очень редко, очень интересно. Вообще, с энтаустики очень много вопросов. Там, ту технику не очень хорошо знают. Хотя сейчас она популярна отчасти. Да, ну, сейчас вот у нас все хорошо. Сейчас я могу сделать что-то типа паяльника, да? У меня такой утюжок, который греется электричеством. И вот, все гораздо проще, чем античному мастеру. Но многие нюансы техники до сих пор абсолютно неизвестны. Прежде всего, состав воска, это мы хотим чуть позже. Ну, и, наконец, мы пришли к тому, что отступать некуда. Позади белая мраморная статуя. Значит, находки, тем не менее, не оставляли никаких сомнений. Тоже вот помпейская находка. Видите, даже сам Венкельман пишет, что, как бы, да, явные остатки полихрамины. И не вопрос. Как бы, в его время они были видны еще гораздо лучше, чем в наше время. Потому что все эти остатки довольно быстро тускнеют, как только они измечены из археологического материала. Причем, забавно, значит, сам Венкельман, он как бы сначала, он приписал эту раскраску тому, что, ну, статуя, наверное, тетрусская. Типа, барбаров не жалко. Ну, вообще, барбарах никогда не было жалко. Барбарах ясно, что они всегда были решить полихромически. С этим никто не спорит. Реже идет о Дмитрии Гуреческой. Ну, и, в общем, даже и к русскому я готов, да, конечно, они-то расписывали. Но со временем, как бы, он сам оказался. Этот литей признал эту статую, ну, все-таки, даже, григорифской, скажем так, да. Но забавно то, что, то есть, сам Венкельман даже не был таким легористом в этом вопросе. Он, как бы, вполне себе осознавал, что, наверное, такое что-то было. Но его последователи, его, значит, почитатели, в том числе Геота, например, они абсолютно не приняли эту идею и, наоборот, как бы, резко заинтелегаетесь, как бы, что он быть не может, значит, не может, это классическая классика, такое себе. Ну, вот, современные реконструкции, какие-то современные, как бы, что сейчас можно увидеть из, как бы, остатков краски, и как, вот, выглядит современная реконструкция. Наверное, на ту самую историю, тёстрый побок, да. Ещё один известный пример, который довольно быстро тоже стал, как бы, рассматриваться, знаменитый фронтон храма Афины Афаи, там тоже довольно заметные остатки полихромии позволили уже в древние времена, как бы, ну, то есть, видите, конец 19, начало, практически 19-го лет, уже какие-то реконструкции рисовать по мотивам того, что я реально вижу. Понятно, что никаких других методов, кроме вот невооружённого глаза, что, вот, я вижу остатки, тогда не существовало, но даже их хватало, чтобы уже понимать, что, ну, как-то всё было не так просто. С правым верхним углом этого современной реконструкции, да, это мы коснёмся позже подробно. Вот, ещё одна совершенно знаменитая находка, которая оказала, как раз-таки, ключевое влияние тоже на признание того, что, да, полихромия была, и она была массово, это знаменитая статую августа, из местечка Прима-Форта, на которой тоже просто банально сохранилось очень много остатков краски. Сейчас их вообще почти нет, потому что, ну, вот мы видим, последняя чистка существовала в 99-м году. Понимаете, то есть, варварство, до какой степени, как бы, варварство реставраторов, вот это непонимание вопроса, как долго оно существовало. То есть, считайте, до начала 21-го века, это была общепринятая практика. Взять, для стереть какой-то вот налёт лишний, там, не знаю, какая-то грязь, которая там что-то пристала к статуе, никто не считал это вообще чем-то из-за одного находящегося. Любопытно, что, да, ну, понятно, что это образцовая статуя, да, то есть, если вот так сделана статуя императора, то она потом, вот эта вот сама эстетика вот этих статусов, она, естественно, транслируется повсюду, как образец, как норма, как вообще. И вот, обратите внимание, да, вот Аль-Матадем, вот такой известный очень художник, да, у него масса зарисована художник на всякие исторические темы, Египет и Греция и Рим, он был вообще очень катошкий. Он очень интересовался самыми последними археологическими изысканиями, он всё это читал, он смотрел, он старался быть максимально аккуратным, но, тем не менее, вот в 63-м году найдена статуя августа, уже сразу видно там, сразу начались обсуждения окраски, но в 76-м году он всё равно рисует её белой, потому что, ну, как бы, общество абсолютно не готово принимать какие-то более смелые идеи. Или вот, пожалуйста, вот, посмотрите, Фрис Парфенона, да, Фиди показывает друзьям, Фрис Парфенона, известная его картина, Фрис уже цветной, это мы видим. А вот скульптурная галерея снизу, ну, статуи, извините, да, либо они белые, мраморные, либо вот они, тёмные, бронзовые. Это пока что никак, по-другому у него не получится. Ну, понятно, многочисленные всяческие реконструкции, там, ну, это же такие любительские, в общем, они не совсем научные. Люди понимают, что в общем настроение понятно, что, да, полихромии много, архитектура распрашена, ну, тут уже вообще никаких сомнений нет, но статуи все показывают, либо белые, либо чёрные. Ещё один очень известный пример из Помпеи, поразительный двумя вещами. Во-первых, на нём огромное количество электроники, то есть, он как бы вообще, практически, ну, в почву сохранившаяся распраска, а во-вторых, фигура сделана из поросского мрамора, а это такой, мы назвали, не самый здоровой материал, самый такой знаменитый материал, для скульптора, и он полностью закрашивает. Это вообще шокирует, потому что мы все считали, что, ну, зачем рискнуть такой материал, если его ещё не подчёркивать, так вообще, сочетается. А, скажите, а что это разное? Это что такое, слева и справа? Слева это вот то, что мы реально видим, справа это некая реконструкция, это, например, Блинкман немножко дорисовка, там просто, если приглядеться, видны оттенки кожи и так далее. А слева это то, что, ну, вот фотография нынешнего состояния, она опять-таки попледнела в достаточной степени, с тех времён, когда была открыта и описывала достаточно подробно. Очень большой материал дали находки на Акрополь. Ну, так называемый персидский мусор, мы знаем, да? То есть, когда персы порушили Акрополь, значит, и, когда его восстанавливали, уже все вот эти знаменитые храмы в тот же сети восстанавливали, все предыдущие поры там и так далее перспросывали в качестве мусора заблутовки для строительства, то есть не особо ценили в этом смысле, и на них сохранилось огромное количество тоже различных свидетельств прихранили. То есть мы видим, да? И известняк там, и мрамор, и всё что угодно. Оно всё окрашено. Вот реконструкция, вот эта реконструкция, вот по центру реконструкции, которая стоит сейчас в музее Акрополя, то есть как официальная версия, да? Справа это вот опять-таки пёстрые боги, немножко другой вариант, ну, близкие варианты. А на врезке мы видим совершенно вот до сих пор сохранившиеся откровенные участки, такие, где мы видим разные цвета, ну, синий или зелёный, а похожа. Как оказалось, я ошибся. А в Пушкинском музее так и есть упоминания о том, что полихромию уже как бы знали. Вот одна из реплик, да? Это, естественно, просто реплика, дипсовый слепок, но на нём, видите, обозначены всё-таки вот эти остатки полихромии, которые на пора ни одна, ни две, их там много достаточно, и они все такие. Ещё один известный пример, вот такая стела, да, которая тоже, мы видим до сих пор вот слева, да? То есть до сих пор остались видимые остатки покраски, ну и уже вот довольно быстро с конца 19-го века начали рисовать какие-то реконструкции справа, вот опять-таки, в смысле, пёстрые боги. Ещё одна, ещё один очень известный экспонат, так называемый «Саркофаг Александра», который, опять-таки, просто, ну, это прекрасного качества эллинистического времени из-за этого работа, отличный мрамор, всё хорошо, но активно расписан, и видно невооружённым глазом, и все вот эти прорисовки, это, видите, конец 19-го, начало 20-го века, это прорисовки, чисто того, что видно. Никаких там догадок, никаких научных особых методов, просто видно, что закрашено, вот они как бы и красят. Ну, вот некоторые литературные свидетельства, которые могут впрямую говорить о том, что краска была, но, опять-таки, даже с литературным свидетельствами всё так просто. Вот у нас, например, знаменитый диалог Платона-государство, более чем знаменитый. До сих пор в русском переводе есть вот там словосочетание писали и картина, хотя в оригинале написано раскрашивание ставки. Но, ну, как бы, вот в 19-м веке во всех, во всех переводах это как-то вот, значит, обходиме. Ну, например, что переводы такая вообще не линейная вещь, там, да, стоишь вот прям ставки, там, множество всяческих трактовок, и можно как-то вот притянуть дальше и объяснить, что это нифига не ставка, вот, картина. Но в современных переводах западных однозначно уже все признали, что там речь идет о статую, а в русском сохранилось вот это вот наследие 19-го века. Так что даже с письменными свидетельствами все не так просто. Ну, и, наконец, уже, видите, конец 19-го века, да? В 892-й год, совсем давно, музей в Чикаго признает, что рассуждать о полихромии бессмысленно, она точно была. То есть здесь вообще нет ни малейших сомнений в эту тему. Что доказательства настолько мощные и настолько едины по разным параметрам, что говорить просто не о чем. Если вы думаете, что после этого полихромия вошла в плотную кровь, то прекрасно, значит, что это не так. Вы сами, как бы, большей частью это подозревают, думаете, что... Ну, многие до сих пор думают, что все было белое, да? И мы все понимаем, что это такая наследие, которое, наверное, еще даже долго с нами пробудет. Но, ну, вот, пожалуйста. То есть для ученых вопросов нет. Даже есть, вот, видите, такие филадельфии начали делать, ну, как бы, американцы любят такие вот псевдоантичные изображения. И вот здесь, видите, раскрасили франтон. Давайте теперь перейдем немножко к более научному рассмотрению вопроса. Итак, чем, собственно говоря, древние мастера могли пользоваться? Здесь представлены таблички, которые... Ну, вот, сбралась я табличка, ну, там по-русски тушьяк писал, она висит в музее Акрополя, а слева образцы, которые представлены на выставке пестрые боги обычно. Такими, собственно говоря, красками обладали античные художники. Ну, ясно, значит. Белые, черные – это тоже краска, извините. То есть, как бы, они просто так не появляются. То есть, если это не мрамор, а что-либо еще, вам даже белый цвет надо таким образом обеспечивать. Ну, есть, понятное дело, разные изводы мела, извести и так далее. И есть свинцовый белило. Это то, что, как бы, тоже античность знала. Получается не очень просто, они при этом еще ядовитые, но зато угрызстые, такие, достаточно хорошая краска. Черная краска – это обычный уголь, конечно. То есть, это либо древесный уголь, то есть, пережиганием, бескислородным пережиганием дерева или там виноградных косточек, вот, либо костяной уголь, то есть, тоже бескислородное пережигание различных сортов костей, и там, естественно, даже существует вкусовщина, какая костя лучшая. Красные, желтые, коричневые цветы. Ну, разумеется, как я уже говорил, самые распространенные – это охра или земля. То есть, это, по сути дела, ну, если так грубо, это цвета ржавчатые, по большому счету. То есть, понятно, что это все такие железистые соединения, в первую очередь, они дают вот такие желто-оранжевые цвета. Но, при этом, естественно, от античности до нас дошли и ряд очень важных, ярких красок. Да, то есть, вот, киноварь, то есть, например, минерал. Да? Это, значит, краски, естественно, бывают минеральные, а бывают, ну, вот видите, мы можем получить из растений, например, да, то есть, органические. Вот, краб, очень часто использовался, краб и билетты мы знаем, да, сейчас в планах. Это краска, получаемая из корня соответствующего растения, кармин из червецов, да, как бы, ну, опять же, он был не очень распространен, но тоже, в общем, существовал в античности, там, в частности, в Древней Армении там его активно бывают. Ну, видим, да, аой-пигменты и реаль-город, собственно говоря, основные минералы. Они были, конечно, реже, дороже, и, в общем, но зато гораздо ярче, лучше рядом, чем охры, и часто применялись либо как для каких-то деталей, которые нужно было сделать особо ярко, либо, чтобы показать, что я богатый, я могу себе позволить такие вещи. Синие пигменты. С синими пигментами все гораздо хуже. Они, что называется, на дороге не валяются. Самая, конечно, престижная краска это ляк из лазурь, получаемая из лазурита. Но лазурит, извините меня, это практически драгоценный камень. То есть, мы видим, опять-таки, это фотографии из Пушкинского музея, это Шлимановская коллекция, то есть, это ритуальный топор, выполненный из лазурита. Вот его надо растолочь, вот этот вот драгоценный камень, чтобы получить ляк из лазурь. Краска подешевле лазурит. Медная лазурь, соответственно, месторождение кунити, она как бы встречается, как азурь встречается, как сопровождающий негерал. И тоже, значит, активно используется, давал краску послабину, тоже ничего. И египетский синий, мы коснем себя попозже, как оказалось, для ученых очень важный пигмент. Совершенно неожиданным образом оказался крайне важный, скажу потом почему. Он, это первый такой искусственный краситель, полученный искусственным методом, то есть как бы неким сплавлением. Но это будет коснем очень похоже. Ну и два популярных органических пигмента, которые, в общем-то, правда, для скульптуры не особенно актуальны. Ну, разве что пурпур активно тоже использовался. Пурпурный оттенок мы не понимаем, но на самом деле пурпур был очень разного оттенка. Он мог быть очень темным, мог быть светлым. Во времена, значит, вот когда он был на подъеме, разврат доходил до того, что были моды на цвета пурпура в этом сезоне. Зеленые. Зеленые пигменты. Ну, собственно говоря, здесь представлены все, которые, по сути дела, были основные. То есть это молоденькие. Опять-таки мы понимаем, что такой полудрагоценный коньк, что надо расстолочь, чтобы получить пигмент. Хризакола, которая была оттенка от зеленого до голубого такого. Зеленая земля, ну, это менее распространение, он тоже присутствовал, да. Ну, и субфограмерная патина, которую мы еще коснемся отдельно, она могла быть просто как пигмент. Хотя, понятно, что не очень стойко. Дальше. Помимо пигмента, вам нужны связующие вещества. С связующие вещества, ну, в целом, их три больших группы. Это либо белковый, то есть темпер, да, на основе яичного там, белка, с тушью рядом, да, или какие-то там, козьиин, животные, или. Полисахоиды мы не будем особо рассматривать, что акварель легко смываемая, она, понятно, тоже не использовалась в таких вещах. Ну, и, наконец, воск. Это вот те самые, значит, использование воск. Воск использовался в основном тремя способом. То есть, это либо тонировка, то есть, статуя натирается воском, чтобы блестеть и быть слегка какого-то оттенка. Либо он просто бесцветный, используется воск, основа для красителя, и тогда это очень прочное покрытие, чрезвычайно прочное, успешно сопротивляющийся погодным условиям, в том числе и нагреву. То есть, он совершенно не поплывет. Это не тот обычный воск, который мы представляем, что он там на солнце расплатится. Ничего подобного. Вот. Более того, якобы, судя по отечественным источникам, существовал способ доволить воздух на состояние, когда ему можно было рисовать кистью. То есть, каким-то образом его разжижать, а потом он застывал, а потом его надо было прогреть, но описание настолько невнятное, что до сих пор эту технику толком не расслаблены. Вот. Ну и последнее использование воска, которое тоже достаточно распространено, когда просто я мог темперой что-то раскрасить, а потом воском просто сверху покрыть в качестве защитного покрытия. Ну и так. Вот, значит, собственно говоря, если сначала, единственным нашим методом было просто понаблюдать, как бывает раскрашено, что осталось, то постепенно мы переходим ко все более сложным научным методам исследований, позволяющим нам открывать все новые новые горизонты. справа мы видим, да, ну вот, пожалуйста, красавица из полимера, вполне явные остатки полиферии, не вопрос. Слева такой лев, да, посмотрите на его морду. Значит, мы видим, что там что-то нарисовано, но там нету ни грамма пигмента, это не пигмент, это тень от пигмента. То есть, поскольку пигменты обладали разной стойкостью, разной там светопроводностью и так далее, статуя, условно говоря, по-разному загорала. То есть, вот эти тени остаются, даже когда они, краски нет вообще никакой. Поэтому, как бы, это тоже такой некий метод, позволяющий открывать явные следы раскраски, даже когда, в общем, уникальменты не найдут. Олег, еще раз, это непонятно, значит, нет пигмента, нет остатков пигмента, а есть что значит сейки? Я попозже еще на этом остановлюсь. Понятно, что всякая поверхность, если я, скажем, извлекаю мрамор с карьера и выставляю его наружу, он начинает постепенно менять цвет, менять вообще свою структуру. То есть, он взаимодействует с воздухом, так как не взаимодействует. В зависимости от каких частей вы прикрыты или не прикрыты, они будут по-разному объединяться. В том числе и по-секе. А, то есть прикрыты краской? Что же так? То есть прикрыты краской? Да, да, да. Они были прикрыты краской, причем краска обладала разной стойкостью, какая-то краска быстро отвалилась, какая-то оставалась. Мы видим еще более сильные, значит, способы. Да, внизу даже, чуть попозже. Вот смотрите, снизу мы видим, да, это просто такой способ изучения, тоже такой достаточно простой, но раньше не применявшийся. Это просто скользящее освещение. То есть я должен освещать поверхность как можно более полого, чтобы видеть вот эти тени такие от мельчайших каких-то борозок. И если процарапывание рисунка, это было очень распространенное технике, когда я просто, ну, понятно, что-то процарапывал, а потом закрашивал, соответственно, с этим процарапыванием, то вот эти тени, которые остались сверху, вот этот микрорельеф, не надо думать, что этот мастер сидел и вот как-то очень тонко, рельефно высекал вот эти там миллиметра, там полмиллиметра поднимающийся вот этот рельефчик, он абсолютно не связан с тем, что это сделано вручную. Это всего лишь то же самое эхо. То есть у вас, например, есть выветривание, у вас есть какое-то разрушение поверхностного слоя, если он при этом прикрыт чем-то, он разрушается меньше. То есть не только на уровне цвета, но и на уровне объема. Вот это эхо, оно остается от окраски. Ну и естественно, активность полосимперскопии. Ну вот справа мы, например, видим просто, вот там намеренные точки, вот все, что там точками показано на этом люсте, это как раз остатки, конкретно остатки пигмента просто на этом. Слева показаны образцы того, что мы видим, как бы мы можем смотреть слои. То есть мы понимаем, что наносилось раньше, что позже и так далее. Это не повреждающий анализ, прямо я на статус выглядел. И существует как бы взятие с небольших микропроб, чтобы анализировать срезы. Все это дает очень интересные результаты, позже я вам покажу примерно такие. Различные методы изучения, боюсь, что как бы мы не сможем их очень подробно рассмотреть, но вот как бы ультрафиолетинка. То есть смысл такой, вот я в видимом свете, вот у меня падает видимый свет, отражается видимый свет, я вижу одно. Если же начать, как бы падает один свет, а ловлю я его в другом диапазоне, у меня получается в другую. То есть сплошь и рядом то, что контрастно в одном диапазоне, не контрастно в другом и так далее. Вот, например, вот этот ультрафиолетовый рассмотрение, оно очень полезно для поиска органических пигментов, того же самого Крафта. А справа мы видим, собственно говоря, хорошо, опять-таки, это не остатки пигмента, это тень. Но тень в ультрафиолетовом диапазоне, точнее, это не ультрафиолетовый диапазон, потому что вы не видите ультрафиолетовый. Но смысл в том, что когда падает на статуе ультрафиолет, он возбуждает таким образом химию этого вещества, что вы получаете отражённую как бы ультрафиолетовую в ультрафиолетовую диапазону. Вы её видите, но без него вы бы её не видели. Ну, не суть, это примерно понятно, да? Очень популярны сейчас инфракрасные, опять-таки, исследования. Причём, что-нибудь любопытно, ближний инфракрасный диапазон очень легко исследовать, и сейчас активно все музеи этим занимаются, с помощью абсолютно обычной камеры. Дело в том, что обычная фотокамера, она прекрасно фиксирует, вот современная цифровая, она прекрасно фиксирует цифракрасный диапазон, чтобы она этого не делала, на неё ставить специальный фильтр, чтобы не было поразительной засветки вот так, непракрасного цвета, да? И этот фильтр вот обрезает, и вот, ну, если этот фильтр вытащить вручную из любой камеры нашей современной, то вы получите массу интересных результатов научных. Вот самый интересный научный результат, который как бы обнаружили, который сейчас повсюду опять используется, это как связан, как раз таки, с египетским синим, да? С английской лазурью, да? То есть это некий пигмент, который, синтетический пигмент, который составлен вот примерно из такого вот набора вещей. Основная его особенность в чем? Что, будучи, значит, освещенным и сфотографированным нужным, ну, как бы, с нужными фильтрами, вот справа, видите, да, антификс, скажем бы, справа, вы видите, что справа светится, ярко-белым светом, светится в этом диапазоне именно египетский синий. Мельчайшие, мельчайшие остатки, абсолютно невидимые, ни невооруженным глазом, ни за помощью микроскопа прекрасно светятся при таком способе света. Причем, любопытно, что? Ну, хорошо, если слева, вы там, вы так понимаете, там немножко голубое, да? Ну, вот оно голубое и синтетис. Или вот у вас там фреска, да? Ну, ясно, голубая одежда, она тоже светится. Но использовался египетский голубой оттенки только для этого. Во-первых, все мы знаем, что такое синька, да? То есть, если у вас белье желтеет, ну, как бы, вы добавляете синее, чтобы оно оказалось белее. Ровно так же использовался египетский синий очень активно замешивался в краске, чтобы давать более бледный цвет. Активно использовался в смеси, не для того, чтобы получить синие изображение, а одни. Ну, и, естественно, еще и главнейшая его особенность справа. Мы видим этот кусок, собственно говоря, фруктур фенона, где поясок светится. Мы видим, что при полном отсутствии каких-либо других доказательств полихромии мы можем найти ее вот на египетском синем зачастую это чуть ли не единственный метод. Можно назад еще? Да. А вот внизу фаёмский портрет. Да. А что, почему справа так много синего этого группы? Потому что он замешан в цвет... В зубые? Да, да, да. Этот специальный использователь был бы синь, чтобы придать другой оттенок. А тогда это еще более осложняет проблемы реконструкции цвета. Это мы коснемся еще, да. Я просто говорю, что не надо думать, что когда вы находите остатки египетского синяя, это всегда означает, что здесь был синий цвет. Да. Спектроскопия тоже, конечно, очень активно используется. Ладно. В общем, я думаю, мы физических методов долго казаться не будем. Вот эта машинка, которая вам потребуется, если вы захотите найти остатки органических связующих, что совсем сложно, это считается... Хорошо. Это сам... Но это уже... Это уже супер дорогие исследования, когда вам нужно найти связующие, то есть вот остатки там яичного белка или этого так. Это дорого совсем. Это уже до этого такое-то редко. Там есть целая пирамида методов от самых простых до самых дорогих. А кто занимается этим? Ну, так сказать, центр... Ну... Мы много занимаются. Наиболее активные. Сейчас мы по дороге увидим наиболее активные центры. Увидели использование. Ну вот, значит, ободренные таким, значит, научным арсеналом, ученые решили, что, ну, типа, почему же мы ищем под фонарем, а не там, где потеряли. Давайте вот, как бы, не смотреть, где осталось полифония. А вот самые интересные для нас памятники возьмем и вот, как бы, всей мощью науки попробуем понять, что на них осталось. Ну, профенон, естественно, в числе первых. Тем более, как бы, ну, здесь уже какие-то лепезы для... Я так понимаю, у нас особого времени нет. Но это вот несчастная судьба профенона, да, мы видим вот зарисовки европейских путешествий. Вот 667-й год еще он такой весь из себя практически целый, разве что с миноретом. Вот в 674-м году бесценные зарисовки сохранившейся скульптуры, которая еще была на фронтонах. Ну, а, к сожалению, в 687-м году небезызвестным штурмом венецианцами Афин, ну, Афина, собственно говоря, была деревня, штурмовали все дела Акропы. Была крепость Акрополя, а остальные Афины и не было. Вот они... Парфеноне был пороховый склад, он взорвался, потом, значит, Морозине попытался снять вот эти фигуры, как раз такие, которые здесь изображены, они упали и разбились. В общем, Парфенон досталось конкретно. Ну, а под конец пришел, как известно, граф Элдин или Энджин, который поснимал по возможности все, что там сохранилось. И вот он, видите, пишет из Константинополя, что даже Монопарт не получал такого богатства при прибежах Италии. Да, то есть оно очень-очень. А что такое Монопарт прибежат в Италии? Так, в Кракске. То есть он, в частности, улез, например, вот эти вот и Лаокаона, и Аполлона Пельведерского, он же все вылез. И вот, например, он снял квадрику, небезызвестную, это Лисип, которая была сначала вот в Константинополе на Падроне, потом пришла на Собор Марка в Венеции, да, тут он тоже вылез. Но это все вернули. Ну, я просто вам говорю, да, что даже на этом фоне профиноловские находки считались как бы очень даже значимыми. Ну, вот пример, да, смотрите, вот как работают с этими вещами. Вот, все любопытно. Конкретная метопа, да, вот, битва с кентаврами, головы были найдены отдельно. То есть вот, как бы, офицер, значит, морской подобрал их и увез, да, в Данию. Вот они, как бы, потом их скрестили. А в британский музей попали Мармара и Офин, да. Вот их скрестили виртуально, виртуально дополнили. Опять же, это разные рисунки, которые я вам говорил, да, вот их бесценности на вебах, что Аннис фиксирует какие-то вещи. Потом дополнили, соответственно, вещами, которые были, там были какие-то металлические, очень часто металлические какие-то добавления, да. А вот, например, какой был фон, точно сказать не мог. Ну, то есть то, что это было раскрашено, всем ясно, но как именно, ну, вот мог быть красный, синий, но быть даже белый. Да, эту тему можно обсуждать. Это вот прекрасное видео в британском музее, объясняющих, ну, вот, как бы, метод их работы с просьбой собраться, по реконструкции, скорее, даже, чтобы стараться. Вообще, как бы, вот, в Мармара и Офин, с кем они поступили, ну, там, там, что же так? Давайте будем Элджин говорить. Ну, так произносится, по-местному. Да, ну, это, на самом деле, что-то разные традиции, да. Пусть будет Элджин. Я не много заражаю. Вот. Соответственно, как бы, Лондонское общество дилетантов, так называемое, это очень популярная в свое время организация, одна из первых, все это рассмотрела, описала, что вроде как бы, там, есть и цвета, и на фрезе, и на метопах, и на одеждах фигур, но все это очень описательно, никаких, как бы, догадать, толку у нас нет. А дальше началось, собственно говоря, вот это вот музейная работа, как это тогда называлось, которая во многом заключалась в чистке. То есть, всем ясно, что статуя должна быть белая. Если статуя не белая, значит, эту гадость надо отмыть. Это в лучшем случае. Вот, смотрите, слева циката Глюкотеки Карлсберга, это одна из пионерских организаций, которая сейчас вот очень много занимается как раз полихромить. До 60-х годов, вот, прям, статую мыли, шкрябали щетками, чуть ли не напильниками. Это абсолютно общая практика во всех музеях. Ну, и не избежал этого, и, как бы, и Британский музей. Более того, там, аж в 38-м году, это, в общем, нескрываемое пятно позора на Британском музее, все эти мормора, как бы, чистили зубилом, конкретно снимая, там, миллиметры. То есть, это до сих пор позорище, которое... Позвете немножечко защиту несчастных музейщиков-реставраторов. Дело в том, что, вот, я вот в этом году разговаривала с музейными сотрудниками, как раз, которые работали над созданием и сейчас продолжают работать музейного, музея Крополя. А в чем там проблема? Почему все поснимали сейчас с Портенона и засунули в музей? Ну, прежде, очень хорошо, так сказать, с ними поработать, почистив, как говорят, реставраторы. Дело в том, что мрамор, он, на самом деле, очень плохо сохраняющийся материал. Он оттенок разрушается. Это, да, в результате общения с окружающей следой, ну, я не буду здесь, да, с таким тонностью, конечно, я не смогу это сделать, но он, попросту говоря, становится очень поверхностно, становится рыхлый, грязный, он шелушится, шелушится, да, ну, можно назвать по-всякому, то есть, это как бы вот такое вот, он становится такой, что он как бы перестает восприниматься как вообще памятник, то есть, в каком-то смысле, вот это металлическое, механическое просто прощение, применение механических следствий для снятия вот этой, грубо говоря, испорченной, да, или коррозирующей, поверхности, это можно, не применить это слово к мравору, но, видимо, что-то в этом духе, я так себе представляю, оно приводило просто к тому, чтобы, ну, как бы, воспроизвести некий образ художественной, который должен быть. Да, отчасти выбраться. Отчасти вы правы, но, к сожалению, здесь ситуация не та. Дело в том, что вся вот эта чистка, которую вы говорите, была проведена в предыдущей чистке, а чистка 1938 года проводилась не поэтому, а потому что... 1938 года? 1938 года, 1938 года, это уже как бы очень как бы позднее, уже многократность мрамора все были очищены от всей вот этой вот мусора, но он темнел, но он темнел, как бы, мрамор темнеет вне зависимости от обстоятельств каких-то ни было. с ним вообще как бы происходят разные пертурбации, это живой материал, как и любая химия на самом-то деле, мы просто это не понимаем, потому что это очень растянуто во времени, да? А спонсор, который вот это вот, как бы, осуществлял эту чистку, он считал, что надо довести до белого состояния, а он был потемневший даже не потому, что, как бы, его там атмосфера загрязнила ломбинская, да? Ну, в общем, неважно. Говоришь о том, что он продолжается вне зависимости от того, снимать или не снимать. Вопросы разрушения, вопросы разрушения мы тоже сегодня коснемся, если успеем. Значит, вот типичный пример. Одна из самых знаменитых на данный момент исследованных объектов это голова Афины, Как я привел в те, как называемые, в Киртанском музее. Она дала колоссальное количество интереснейшей информации о поликромии. Вы видите, как она сейчас выглядит. Вот если бы она попала в оборот чуть-чуть по-другому, ее бы, понятно, вот вы бы были неподготовлены в музейном работе. Что бы сделать такую стату? Ясно, что отмыли бы от всей этой заразы, которая мешает воспринимать статуи адекватно. А это как раз остатки поликромии? Да, и мы это увидим более того. Они дали очень интересный результат. Но они производят в печенье просто как бы грязь. Конечно. Но, слава богу, ее нашли в другом состоянии. Именно поэтому тогда уже было понятно, что это поликромия. Если бы ее нашли вот в таком виде, боюсь, я ей точно не поздоровалась бы. Ну, точнее, поздоровалась бы, но не была бы такая здоровая и никакая. Вот. Соответственно, реконструкции Парфенона, они довольно очень многочисленные, какие-то более старые они совсем уже ни в какие. Сейчас повороты не ездят. Более новые они более-менее похожи на то, что сейчас все представляют. Но на что все это опирается? Ну, вот есть кусочек, видите, вот такой, да, вот этот маленький, мраморный кусочек, это подлинник, да. Там видно, что какой-то рисунок есть. С фигурами все гораздо хуже. И вот тут вступает в дело наш знаменитый египетский синий, да, вот, собственно говоря, ирида западного фронтона. Вот поясок, несмотря на все эти безумное количество чисток, значит, она сохранила вот эту вот окраску. Этот же египетский синий найден, видите, на коленках, на складках, да, и вот в результате вот то, что мы видим там попытка восстановить Лиону вот в таком объявлении с оранжевым такой, то есть плащиком, она, видимо, неправильная, только потому что вот видите, мы в глубокие отношения. Но что самое забавное, это все. Это ровно все, что мы научно можем сказать о парфеноне сегодня. Пока что, больше ничего. Все остальные реконструкции, они опираются на, в общем, достаточно обоснованные, конечно, по нынешним временам, но все-таки здравый смысл ресторана, ну, то есть реконструкция. И вот современные реконструкции, которые вот прямо сейчас очень популярны, ну, некий проект, который сейчас ведет реконструкцию различных, да, вот здесь вам и парфенон, и эректион, и хромники, с его знаменитой, более старатой. А кто автор этих реконструкций еще на сайте? Что что? Кто автор этих реконструкций? Вот там сайт указан, я, можно посмотреть. Они сейчас ведут несколько проектов, сразу по реконструкции, но, опять-таки, они все весьма умозрительны. И понять это несложно. Вот, например, светилища скрипка тоже, да, реконструкция, вот справа, вот эти варианты раскраски, они дают, ну, вот, типа, могло быть так, а могло быть всяко. То есть мы примерно понимаем, что это, как это могло быть, но вот не более того. Все, это как бы все, на что вы можете сегодня рассчитывать. Так, значит, собственно говоря, а теперь мы только и начнем рассматривать самое интересное. сейчас мы все увидим. Я уверяю вас, что мы пока посмотрели еще только меньше половины, поэтому давайте попробуем продвинуться. Я с большим удовольствием отвечу на вопросы, но я думаю, что многие из них просто у вас отпадут сами-сами. Итак, теперь мы займемся, собственно говоря, большей частью теми научными реконструкциями, которые были столь популярны сейчас вообще, как бы, и вообще это как бы сезонно, ну, и масса всего, что с этим связано. Ну, все, кто занимается реконструкциями, естественно, сразу же предупреждают, что, ну, ребята, поймите, мы как бы стараемся максимально, как можно, обосновать и не попасть, но ни интенсивность, ни непонятные оттенки восстановить в принципе невозможно, поэтому давайте как-то с этим работать. Итак, в принципе, можем отвлечься от того, доказано, не доказано, давайте попробуем в принципе понять, ну, какие функции вообще цвет может выполнить? Достаточно ясно, да, но все равно он может как бы, то есть первое, о чем обычно говорят, что цвет он красивый-некрасивый, похожий на натуральный, не похожий, да, но это только одна из функций цвета, которая в принципе не нужна. Здесь вот я кратенько перечислю, какие возможны, значит, функции, ну, давайте их рассмотрим просто уже по порядку. Итак, да, несомненно первое, что приходит в голову, это натурализм, то есть, вот как бы фигура должна быть просто похожа на живую, да, ну, или хотя бы декоративность, то есть она может быть такая яркая, может быть, даже не настоящая, но хотя бы красивая, да. Здесь первое, с чем мы сталкиваемся, значит, давным-давно замеченный факт, что вот все вот эти, глаза весьма поразительно выглядящие, вот эти вот слепые глаза, да. Опять-таки, даже существовали массы обоснований, почему именно так и должно быть, и вообще, что вот это все правильно, но по нынешние времена мы знаем, что это практически всегда не так. Ну, сохранились, конечно, опять-таки, достаточно хорошо видны вот, в теракуте, да, вот в теракуте, когда мы видим очень хорошо сохранившиеся остатки, всегда активно прорабатывались глаза, вплоть до, значит, слезницы, да, подводились губы и так далее. Но, долгое время на Марамаре этого толком не находилось. Вот, как бы, одна из относительно недавних находок, да, вот эта амазонка с геркуланом, так называемым, где сохранилась прекрасная прорисовка. Причем, группа статуй в числе, ну, она была найдена позже, то есть, была некая группа статуй, основную массу нашли, тут же почистили, помыли, и они прекрасно беленькие стали, значит, с ними никаких вопросов. Она одна завалялась, поэтому сохранила свою окраску. Вот еще пример, значит, тоже активно сейчас реставрим, он по двум причинам, значит, ну, то есть, здесь не только глаза, мы видим, что и глаз сохранится, да, но у него активно сохранились пигменты окраски кожи, это как бы тоже был один из дискуссионных вопросов. Мало ли, может, глаза, конечно, красили, но кожу-то мраморного оставляли, хотя мы видели примеры, когда это не в таком, в каком объеме, как именно красили, это пример больших дискуссий, которые, собственно, я сейчас отчасти и рассмотрю. Вот известный пример, тоже, статуя простояла очень недолго, поэтому сохранила, то есть, это надробная статуя, значит, сохранила большие остатки по всему тему, что называется, и на коже в том числе. Причем, забавно то, что довольно подробно была рассмотрена эта скульптура, и как бы найдены интересные моменты, то есть, помимо того, что, значит, была раскраска, была также еще полировка, чтобы кожа блестела, как настоящая, на глаза был нанесен гумиарабик, это, собственно говоря, органическое вещество, которое еще египтяне очень активно применяли, именно чтобы был блеск на глазах. Это не как связующее вещество, когда он тоже использовал. Более того, выяснилось, что даже у нее вот это ожерелье, туда наливались романтические вещества, что как бы ты подходишь к статую, она мало потому что выглядит как живая еще, и как переливается немножко при смене точки зрения, она еще говорит с тобой, первая самая надпись такая обращение подошедшим. Так она еще и была глухая, то есть это мультимедиа вообще во всей красе. И особенно забавно, конечно, вот читать там какие-то цитаты по поводу того, что все же должно быть белое и вообще толком-то ничего и не изобразишь в скульптуре пишет, товарищ Шпурговой. Да, ну дальше, собственно говоря, здесь мы понимаем, что окраска кожи она достаточно простая и понятная. То есть я нахожу какой-то оттенок телесного цвета, какой именно, конечно, восстановить нельзя, ну приблизительно какой-то телесный оттенок, крашу и вручь, а дальше объем он сам за себя свое дело делает. Более того, по-другому тогда еще быть не могло, потому что, ну как бы, греки еще полутоновой живопись толком не изобрели. То есть в какой-то момент является полутоновая живопись, но какое, казалось бы, это имеет отношение к скульптуре. Вот, например, любопытная реконструкция, которая основана во многом на аналоге. То есть вот слева как бы глаз Амазонки, который мы уже видели, тогда вот примерно такой получится взор у этой римской, значит, римского густарства. А справа реконструкция на основе того, как рисовали файюмские портреты. Ну, в общем, такая достаточно смелая на первый взгляд как бы ассоциация. Почему? Ну, мы видим, что как бы довольно радикально меняется, да, внешний вид, всего лишь глаза по-разному нарисовали, а так, в общем, сильно меняется. внешнее восприятие, да. Вот файюмские портреты, они безвестны, ну, конечно, техника там очень интересная. Все, какое-то и все имеет отношение к скульптуре. Ведь мы знаем, что как бы файюмскому портрету во многом предшествовали вот такие надгорубные маски, да. Маски, они были объемные, но поскольку есть объем, зачем прорисовываться полутона? Ну, понятно, да, то есть у вас сам объем, он светотень организует за счет своей как бы трехмерности. Однако, это и казалось не так. Вот та самая знаменитая голова. Вот слева, как она до нас дошла в 19-м веке, сейчас вы видели, да, что вы видите, от нее остатки этой полихрамии очень жалкие. Справа она была, вот слева, видите, она еще как бы достаточно в полноте такой представленная. Более того, она неплохо описана. Тогда вот, как бы, исследователь, собственно, в первой имени, которого она названа, он как бы аккуратненько ко всему этому отнесся, очень все это тщательно описал, то есть он уже понимал ценности этого дела. Вот справа реставрация, то есть реконструкция, выданная Британским музеем. Сверху там, там у нее голова срубина, сверху специально для шлема, поэтому, понятно, шлема тоже как бы добавила. Значит, исследования были проведены, конечно, очень тщательно. Очень интересные, как бы, результаты дало исследование структуры срезов. Какие, в каком порядке наносились, значит, слои, какие пигменты используются, там не менее 6 пигментов было намешано просто для того, чтобы получить тон кожи, цвета, да. Короче, вся техника, которую удалось установить таким образом, была поразительным образом похожа на технику, которая была исследована на афоримских портретах. Точно такая же техника. Египетский синий, поиск, вон органических остатков мы видим, да, опять-таки, краб, прям, светится таким ярко-оранжевым на фракрасе. Вот есть конкретный пример, это, правда, терракотовая маска, но она содержит откровенные следы именно полутоновой полихрами. Когда подводятся тени, когда подводятся цвета, и точно такие же следы мы видим на срезах афины. То есть, точно так же в нужных местах нам наложены какие-то маски полутоновые. То есть, вот, опять-таки, хорошее видео британского музея последовательно иллюстрирует, как это все, как была окрашена. По очередности слоев можно установить, в каком порядке окрашивалось и как это примерно выглядит. То есть, предварительная прорисовка, то есть, вот то, что мы видели на статуе Амазонки, это был лишь нижний, самый последний, ну, если считать от нашего взора, там последний слой, который сохранился просто. А на самом деле, он уносился первым, и дальше поверх шло первый слой телесного тона, различные светления, дальше глаза еще раз прорисовывались дополнительно и так далее, тени прорисовывались и на волосах, и на коже, дальше добавлялась полупрозрачная покраска губ, и так далее. То есть, это оказалась очень сложная техника, она очень неплохо документирована, слава богу, что, как я говорю, эта голова дала нам так много информации. Ну, мы, собственно говоря, все примерно понимаем, что нам может дать подобная раскраска. Как бы, абсолютная классика. И, как бы, недооценивать мощность окраски, это, в общем, присутствующим здесь там точно не приходится, ну, и мы, наверное, как-то понимаем, что это вот результат очевиден. Пойдем чуть сложнее, затронем чуть более сложный вопрос. Классические рифки по этой, ну, абсолютно точно такой же, конечно, богу, как бы, глаза. И можно сейчас в достаточной степенью смелости утверждать, что если вы видите статую, которая вот такой слепой взор, значит, точно был раскрашен. Ну, вот, как бы, хотя есть в этом проблема, потому что, когда мы находим, например, ярко краску статую другого материала, у меня тоже слепый был, красился или красным зелым, это немножко отдельно. Но с мрамором можно быть уверенным. Однако, примерно, в середине второго века нашей эры появляется нововведение. Глаза начинают прорезать. Ну, такая техника абсолютно известная. Тем более, вот она, она безумно популярна, конечно, собственно говоря, она, она всегда используется в заведомо монохромной скульптуре. Будет вот там Давид, да, Микеланджело, там он обязательно будет прорезан. А вот справа, смотрите, как у девочки глазик аж прям блестит, как будто, да? Видите, там такой маленький шпенек такой сделал, чтобы он вот брик давал, который вот у меня. Идет такие вполне понятные вещи. О чем это говорит? Ну, наверное, думаем мы, раз уж пошли такие гравировки, значит, окраска, может быть, уже и не нужна. Как бы не так, отвечает нам наука. Вот вам конкретный пример. Ривский бюст юношес, соответственно, уже третий век нашей эры, уже прорезаны глаза, но абсолютно доказательные остатки полихромии. Вот мы видим даже вот сверху вот эльфракрасный снимок тоже мы видим, видите, там в глазнице, в слезнице, да, такие остатки, опять-таки, крапок. Вообще все намеренно, хорошо все так просчитано. Реконструкция. Более того, интересно, что в остатках окраски не обнаружено белого никакого вещества. То есть, как бы, это означает, что почти наверняка старались сделать полупрозрачную покраску. То есть, здесь мрамор должен был играть обязательно. Мрамор был, во-первых, полированный, несмотря на это, он целиком покрывался краской, но полупрозрачной, чтобы оттенок она давала, но мрамор тоже продолжал играть. Он давал и белый цвет, и блеск. Ну, здесь разве полупрозрачная краска. Да, ну, здесь вот не очень хорошо видно. Ну, это же реконструкция. То есть, слева, опять-таки, это они изготовили мраморную голову. Они обычно все в своей реконструкции дают на гипсовых сливках. А тут они специально изготовили мраморную голову. И там есть целый фильм. Они ее раскрашили пятидесятью способами. А тут, как бы, лучше посмотреть олигенов. Это вот гриптотека, да, новая гриптотека Карбель, это Копенгаген. Я говорил, один из таких флагманов исследования полихромии. У них много материалов, очень интересно, это самое развитие. И вот мы видим, как бы, возможность полихромии с точки зрения конкретно кожи. То есть, сам такой спорный, понимаем. Вот, например, у август-эсприма-порта не обнаружено никаких остатков на коже. То есть, может быть, это был гоносец, то есть, вот это самое покрытие воском, тонирование, но в остальном цвет муромора. Полупрозрачная, сплошная, равномерная, сплошная, многослойная, полутоновая, какие угодно вариации. То есть, в ней любой вариант, который вы придумаете, он существовал на одиннекаре. Так, ну, это то, что я хотел сказать, значит, что понятно, у нас, если до этого мы говорили о некой похожести, то есть, использовании полихромии для того, чтобы было, как живая, то, в общем, конечно, не обязательно. Ясно, что декоративные понабережские стутуэтки, скажем, они расписывались, ну, там, похожесть была менее важна, а важна была именно декоративность. Таких примеров довольно много, но тоже какая может быть похожесть, на кого должен быть похож вот этот вот, не побоюсь этого слова, значит, ну, так как типичные римские фантазии на югипетские темы, они это очень любили, получалось это очень смешно, у них всегда, ну, на мой взгляд, но тем не менее, такие расстрастки. Итак, красивость мы поняли, но, это явно не всегда самое важное. Вот, ну, это пример, из Египта, в общем, здесь не важно. Вот смотрите, я опять фотографирую в храмах, вот, сверху, нормально освещенное, как бы, под боковым углом, да, рельеф невысокий, а снизу он же, да, его вообще не видно. Справа то же самое, да, как бы, рельефы, будучи неправильно освещены, причем, неважно, они могут быть освещены, или наоборот, окажется в тени, они все равно не видны, иначе, как под боковым светом. Понятно? А внизу, пожалуйста, вот такой же, примерно, по качеству рельефа, ну, раскрашенный, ему ясно, что проблема с этим гораздо меньше. Вот, понятно, да, ну, вот, масса примеров невысокого рельефа, понятно, что без раскраски он банально просто не читается. То есть, это, 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 опять-таки, уже научный, да, смысл в том, что здесь, да, дело даже не в том, похоже, не похоже, вообще не прочтете эту информацию. Вот, пожалуйста, да, метал Таймира, который сейчас, ну, относительно недавно, и нашли, реконструировали, а вот, совсем недавно стали раскрашивать. Опять-таки, раскрашивают его сейчас вполне умозрительно, то есть, не по оставшему пигменту, а по логике некоторой вещей, потому что много уже знают, что там должно быть такого цвета, да, но, тем не менее, вы видите разницу, да, ну, то есть, очевидно, что читаемость подобных рельеф, она радикально обменяется в наличии окраски. Более того, вот, как бы, тот же пример, да, окраска очень часто зависит, естественно, от места, где это все расположено. Понятно, что вот высоко расположенные металлы, как бы, не окрашенными, опять-таки, они сливаются, мы это, это легко увидеть, даже в том же Пушкинском. Или вот еще лучшее, колонна Тарьяна небезызвестная, да, ну, то есть, огромный рельеф с колоссальным количеством информации, уходящий ввысь, значит, рядами, попробуйте его прочесть, если он не будет раскрашен. Ну, очевидно, что это, как бы, тяжелейшая задача, ну, непонятно вообще, как с ней справляться. Опять-таки, реконструкция умозрительная, по цветам, которые неплохо известны для римского войска, скажем так далее, да? Дальше. Символизм. Цвет, может быть, весьма далек от натурального. Ну, вот этот пресловутый лев, да, он раскрашен, так скажем, ну, ну, вряд ли тогда так водились, такие, любые, мальдины с голубыми волосами. Почти наверняка понятно, что все эти цвета, как бы, могли быть выбраны, сплошь и рядом они были выбраны, именно по соображениям какого-то символизма. Не весь этот символизм нам известен. Он, опять-таки, довольно неплохо известен по египетскому материалу. Там, как бы, больше фактуры, больше прямого описания, что цвета значат и так далее. Многие из этих аналогий вполне применимы и для античных росписей. Причем, опять-таки, понятно, что есть некий символизм, но он не всегда жесткий. То есть, какие-то там, когда-то он может применяться, он может что-то помочь объяснить, когда-то нет. Здесь всегда требуется очень тщательное исследование. Например, очень часто использовалась мужская кожа красная, женская кожа светлая совсем. Это в Египте вообще чрезвычайно последовательно проводилось, очень часто использовалось семантически, но не всегда. Цвет одежды. Знаменитая тоже фреска продавщица Амуров, очень популярная, опять-таки, в 17 веке, в 18 веке многократно репродуцировала в самых разных видах. Почти не хватит вообще внимания на то, что окраска здесь вообще-то что-то значит. То есть, например, я не знаю, могучий современный воин, оказавшийся в Древнем Риме, мог стать посмешищем, потому что он был бы, скорее всего, в хаке, а зеленый цвет – это женский цвет. Понимаете, это как-то вот не с руки. То есть, ну вот здесь видно, что в зеленый цвет одевались мужчины совершенно определенного свойства, и как бы это было, в общем, довольно позорно. Такие вещи мы не очень понимаем, но они все, несомненно, были очень важны, в том числе и, естественно, на всяких скульптурных местах. Более того, ну вот это я привел примерно на японии, которая нам надо более понятна. Ясно, что цвет может быть очень жестко закреплен, хотя абсолютно условно. Ну то есть, ясно, что Петр мог надевать и другое, как бы, плачь, что он, как бы, на японию позабрали твой путь. То есть, это тоже символизм, который, несомненно, должен быть просвежен. Ясно, что вот алтармия, да, он реконструирован. Понятно, что здесь разные группы как бы римских, это римской верхушки, они разделены пространством, если не разделять цветами, то считывать, опять-таки, эту информацию крайне тяжело. То есть, это не только для разделимости фигур, но и для обозначения конкретных статусов. Вот тоже, как бы, восстановление полостатком пигментов, ну, опять-таки, остатки пигментов, к сожалению, не дают понятия. То есть, известно, что край итоги, вот, он, как бы, там, пульпур сохранился стопроцентно, но вот какая именно исток была, это вопрос скорбный. Пенгаген в реконструкции? По-моему, да. По-моему, тоже они эти называются. Это не язык музея. Отмечать у кого, какие конструкции? Это не язык музея, но это, там есть несколько международных проектов. Понимаете? То есть, как бы, группа работы вообще разная. Есть, как бы, группа, которая работает, вот, он в своем музее работает, а есть меж, как бы, такие, междисциплинарные, межмузейные уж точно группы. Это обычно такой проект организуется, да? Трекинг колор, например, есть там проект, он многолетний ведется, вот он выпускает свои бюллетени, он исследует в разных музеях разные статусы. Вот реконструкция персидского сада. Опять-таки, видите, количество полихромии сохранившись, она очень убедительная, ее легко достаточно восстанавливать прямо по видимым остаткам. И здесь, это любопытный тоже вопрос, собственно говоря, с иконографией Варп. То есть, вот варвары, они как раз очень ярко себя расписаны. Но, вот этот, сакофат Александра, да? Сверху восстановились как раз-таки, опять-таки, Петр и Боль, и снизу то, как он сохранился на данный момент, справа то, как он был виден в момент находок примерно. Вот, нижняя часть, можно сказать, вот так представляет себе различие между греками и варварами невыклосимцистами, что варвары, они будут расписаны, а греческая работа, она будет бесцветная. А сверху, как вот представляется разница между греками и варварами сами скорее греки. Варвары какие-то будут, конечно, расписаны, а главным признаком, как бы, грека будет скорее обнаженность. Причем, весьма условно. Это мы тоже потом просим. Это не значит, что греки не могли одеваться ни на что-то цветное. Вот, собственно, и сам Александр, как мы видим здесь, он такой, вполне себе, самый. Но определенная разница в иконографии и в цветовой передаче, конечно, тоже существует. Примерно, отдельно исследование. Еще один важный момент, который в полную силу вступает, правда, только в Риме, в Греции менее разный, это символика материала именно вот разных видов камней. Понятно, что только Рим, уже вот такой, в своем величии, мог позволить себе таскать цветные камни со всей римской державы, грим вот свозить откуда угодно самый разный. И пользовался этим очень активно. То есть, вот эти, привести какой-нибудь экзотический камень, что-нибудь из него изваять, это как бы всегда считалось очень престижно. Вот конкретно, значит, варвар, да, это в суд, в связи с победой из этого мрамора, который, пованаться такой, очень интересный мрамор, но, собственно, с одной целью. Всем известно, что этот мрамор, вот он как бы на восточной границе Хримской империи как бы оттуда привезен, и вот он именно тоже очень большая тема на тему всеми символики. Очень много камней цветных из Египта. Более того, Египт дает очень большую традицию цветную мрамор, тоже может быть отчасти косменность. Ну, часто, то есть, очень активно используются порфиром. Ну, это уже тоже пурпур, то есть, это и императорские, как бы уже все, какие-то цвета, и так далее. Или божественные, или императорские, что вообще-то, и иногда, и через запретую, понятно. Наконец, еще одно важное применение раскраски. Можно рисовать то, чего вообще в структуре просто нет. вот понятно, да, здесь какие-то эхо оставлены, но в целом, ясно, что вот, иногда рисунок просто абсолютно плоский. Он ничего не раскрашивает, он просто дает вообще новую информацию. И таких примеров не любят. То есть, вот, собственно говоря, это Варвар, да, ну, вот он справа, ну, то есть, это не Варвар, но Парвар, да, Сроянский. Справа, вот он, не раскрашивает, слева раскрашивает. Вся раскраска, она просто нет, просто плоский рисунок, Хотя он, он достаточно хорошо восстанавливается именно по остаткам, конечно. То есть, это не фантазия художника, это очень, на прочную базе довольно это сделано. Вот это все то же самое. С той же сезон. Это все генеты, как бы, это в храме, да, генеты, афинафая. Дальше, например, ну, это вот, как бы, точно так же, как бы, может быть, раскраска щитов, но при этом мы понимаем, что это во многом еще и символические, как бы, да, то есть, понятно, что Геральдики, такое вот, средневековое понимание в античность не знала, но все вот эти знаки, они, конечно, как бы, были в площадке, это уникально, много значимых для владельцев или для зрителей, поэтому мы рисовались не просто так, и, в общем, некоторые вещи восстановлены. вот, слева вверху мы видим объемные, это, как бы, единственная такая серьезная реплика, как бы, щита Афина из Парфенона, да, но она объемная, а существовали просто абсолютно плоские, которые просто были нарисованы, да, вот щиты, вот, чрезвычайно богатые информации осталось о щите, вот на одного из персидских воинов на саркофаге Александр, считает, что это прям прием в персидском дворце, там, да, изображен. Здесь тоже, вот, роспись, которая, ну, довольно радикально меняет восприятие, это просто плоская роспись, в смысле, что нету объемных частей, которые бы этому соответствовали. В чем варианты, возможно, многие, это как бы отдельно обсуждаем, что и как. Вот тоже, видите, да, что осталось от памяти, каким он был на самом деле. Причем, вот, справа хорошо видны тени, да, от этих рисунков, которые загранились. Более того, ну, вот, фриз-сокровищница известная, да, иногда есть еще интересные эффекты, вот, например, вот здесь, посмотрите, колесница, да, это такой, вполне себе, диорамма, да, то есть, когда у вас есть трехмерный передний фон и плоский задний, колеса, они просто нарисованы на фоне, и получалось крисниться целиком, которое без этого не получалось, тоже вполне себе бесцветный, не реализует, да. Дальше, другой важный момент, парикромия в металлической скульпте. Вообще, мы, как мы знаем, как бы греки очень любили бронзовую скульптуру, делали ее очень много, она была, и была не самой значимой для них, и почти ничего до нас не дошло. То есть, там, Лисип какой-нибудь, я не знаю, придворный скульптор Александр, сколько он там, полторы тысячи, четырехсот. У тебя какие-то тысячи статуи сделала, ни одна не дошла, и так далее, это, в общем, совершенно характерный результат. Тем не менее, значит, вот как мы себе представляем, опять-таки, как на Пушкинский музей представляет себе бронзу. Ну, надо понимать, что он, это, он не бронзовую статую, на самом деле, репродуцирует, потому что таких бронзовых статуй нет. Единственное, бронзовая статуя, там, вдали лица, такая зеленоватая, дельфийский возничий, это, да, это такие бронзовые, с ее, как бы, сделаны реплики. Все остальные реплики, это реплики с мраморной копией, но, поскольку было понятно, что это мраморная копия, ее раскрасили, как бы, под бронзу, ну, как бы, вот так вот, чтобы показать, что когда-то она была бронзой, но не более того. Значит, белый мрамор, черная бронза. Вот, пожалуйста, живая находка близ Геркулану, известная с билой папирусов, огромная, очень, как бы, богатая. То же самое вроде, вроде все соответствует, никаких вопросов. Понятно, что вся бронза, дошедшая до нас, она коррозирует. Коррозия металла, мы понимаем, ну, как бы, что такое ржавчина, мы знаем все, обычно, как бы, его меч, с рупоятным, здесь вот, повезло, здесь меч, как бы, даже лезвие сохранилось, потому что рядом лезвие будет просто в труху, дойдет одна, естественно, руководка бронзой, бронзой сохранится гораздо лучше, но, в теме, она тоже коррозирует, причем коррозирует довольно замысловатым образом. Это называется патиной обычно, хотя это, ну, как бы, там, ладно, деталь не опустим. И, что нам нужно примерно понимать, что, ну, бронзой называется, вообще говоря, сплав меди с самыми разными этапами. То есть, не только соловым, как вот классика бронзовая, который, собственно говоря, открыл бронзовый вея, как таковой, даст. Вот. Ну, и другие металлы, добавляющиеся туда, они тоже, это металл не перестает, это сплав не перестает называться бронзой, с заключением цинка. Почему-то. Ну, вот цинк, тогда это будет латун. Чистого цинка античность не знала, но цинковые люди тоже, в общем, латунные, латунные сплавные тоже бывали. Вот один из примеров сохранившейся максимума того, что бывает в полихромии. Здесь использовано все, здесь и куча сплавов одновременно, и инкрустирование, и золочение, и серебрение. Давайте рассмотрим это чуть по порядку. Итак, собственно говоря, полихромия металлической скульптуры базируется на каких возможностях? Разноцветные сплавы, инкрустации, патинирование, золочение. Давайте их пройдем. Первое, что нужно понимать, натуральный цвет бронзы, почти что золотой. Вот это то, что как бы, ну вот, очень сложно понять, вроде бы, но постоянно бронзовая статуна обязательно будет патинирована, чаще всего зелененькая, потому что патинация на открытом воздухе, это чаще всего зеленоватый оттенок, а вот патинация, скажем, в земле уже может дойти и черный, и какой угодно. То есть, вот она реконструкция. Когда смотришь сначала на этот портрет, думаешь, а позолоченная, ничего подобного, никакой позолоты здесь, нет, ну вот губы только здесь были позолоченные, а так это нормально, вот такой цвет и был, и вот так вот примерно и выглядел. То есть, представьте, вы заходите на Акрополь, там стоит огромное количество эти галативных статуи, здесь все же лещут на солнце, вот такой бронзой, такой, или уже темнеющий на глазах, и так далее. Но выглядел это именно так. Все-таки время проходило же, а не... Ну и сейчас прекрасно коснемся времени. И римляне уже знали эту скульптуру в совершенно уже в другом виде. Сейчас мы всего этого коснемся, не надо торопить события, мы это коснемся, и это сыграет, несомненно, важную роль. Давайте так, изначально она такая. Вот, собственно говоря, картинки, где изображены вполне себе бронзовые изделия в своем натуральном виде, да, мы видим, что они, да, вполне себе такой желтый, золотого цвета. Вот сплав, тоже называемый бронзой, но это, ну, кстати, в римских источниках это называется метиком, да, там термин медь, но это бронза на самом деле, то, что мы сейчас называем бронзой и так далее. То есть, у того же плиния это будет называться метью. Каринская медь очень знаменитая там, значит, мы не будем как бы... Вот диаграмма, показывающая разноцветность сплавов в зависимости от количества того или иного вещества. Здесь конкретно это сплавы с золотом и серебром. Они важны еще по другим причинам, я чуть позже скажу. Короче, оттенки бывают очень разные, очень-очень красивые. И умение получать вот эти вот сплавы, их тонкие оттенки, оно чрезвычайно ценилось и было в значительной степени утрачено. И римляне практически это делать не умели. И в риме потому во многом ценилось это каринская медь, что делать такого они уже не умели. Они все это резко упрощают. Дальше. Ну, самое заметное на самом деле, конечно, в бронзовой статуре это всяческие импортации. Чаще всего это глаза. Но тут уж совсем очидают. Более против глаза, как бы некоторые выступали в мастерске, которые просто выпускали глаза вот для статуй. Подрядчик. Просто поставлял глаза, чтобы этому сдался. Но мы видим, что здесь соски красной медью, обычно губы, более арханическое еще статуя такая. Губы, брови. Вот вам, пожалуйста, замечательная, настоящая греческая бронза статуи воинов из Риачи. Посмотрите, как классно сделаны глаза. Причем и зубы серебряные, и губы, такой красный камень, и глаза инкрустированные. Это все, таких примеров довольно много, они сделаны очень тщательно. Более того, понимаете, вот прекрасная реконструкция, одна из немногих таких реконструкций, как могла бы выглядеть бронза. Здесь, вроде как, сплава мы видим, но надо понимать, что каждая статуя, она обладала еще огромным количеством атрибутов, то есть неотъемлемых каких-то своих черт, или аксессуаров, более-менее случайно. Понятно, что это тоже добавляло цветности. Шлем обязательно должен быть, и копье. Они могли быть очень разные. Вот эта реконструкция воина, оно, например, справа внизу, видите, там такой треугольничек прямо, По нему довольно легко восстанавливается, что здесь на голове сидел кавинский шлем, и так далее. А вот это, совсем себе, в этом году, вот Винкельман выдал реконструкцию воина Б. Та очень смешная, на мой взгляд, шапочка, вот эта такая, с лисой такой серебряный, такой фракийский шлем, как бы, ну, есть, у них подведена какая-то база, что это, как бы, не случайно, но, на мой взгляд, довольно неубедительно, в принципе, более, более убедительные версии реконструкции, которые я видел, они говорят о том, что там тоже был корейский шлем, но, тем не менее, мы понимаем, что, вот видите, как бы, статуя, она была еще и из нескольких частей, которые тоже могли иметь свой цвет, и так далее. Дальше, патинирование. Мы встречаемся с тем, что, патинирование, собственно говоря, искусственная патина, да, она в современных условиях, может, вообще любого практически цвета, то есть, в современных художниках можно создавать какие угодно. Как, какие именно цвета умели делать в античности, трудно сказать, потому что, понятно, они тоже меняются, но то, что они умели делать искусственную патину, этим пользовались активно, это несомненно. Есть примеры, где просто не всегда трудно, не всегда легко отличить искусственную патину от естества, и поэтому, как бы, иногда приходилось, иногда и сомнение, но, например, конкретный пример, где в этом сомнении нет. А, соответственно, другой вид патины, это как бы патины в виде такого нам намазывается таким как бы веществом, когда пастой, который вот затвердевает, образует такую вот обложку. А бывало другое патинирование, которое, значит, связано с определенными сплавами. То есть, вот, например, как раз таки вот это, то, что называется черный медиум в античных источниках, сплавы с серебром и золотом, меди с серебром и золотом, при помощи определенных химических процедур дают крайне стойкий химический черный цвет, не соскабливаемый, очень стойкий и так далее. А этим активно используются, кстати, ну, мы увидим. Собственно говоря, вот конкретный пример, примерно такие же сплавы, знаменитые сплавы, которые пользуются японские оружейники, это значит, ну, точнее, вот мастера здесь, да, как и русский чиплотсубов, да, видите, да, вот поликромические возможности сплавов металлов, патинирования и так далее. Представляете, какая красота, да? Все, никаких, вам не нужно краски, не нужно палитры, ничего разрисовать, чтобы получать довольно интересные результаты. Ну, вот, примерно таким мастерством обладали и как бы греческие художники по металлу в римляне в этом деле резко отстали. Золочение тоже использовалось для самых разных способов, ну, именно, давайте скажем так, бывало, золочение полное, причем, как бы, относится не только к бронзовым статуям, но и к мраморам. То есть, и мраморные статуи, вот, конкретно доказанный образец Диадумен, который сейчас, опять-таки, это, как бы, греческая же копия, греческой бронзы, но одна из лучших копий этого, то есть, их несколько таких копий, это все-таки, ну, понятно, да, то же целиком, как это золото, включая вот пальму, на которой она кирается. Вот, современный следы показывают, что он мне так он и выглядел. Такой вполне сербонно-хром, но золотой. Возможно, это, как бы, подделка под бронзу, под внешний вид бронзы, который блестит, как бы, да, вот, как это сделать, на мраморке. Можно золото покрыть, можно частично, то есть, можно золото использовать, как пигмент, такой вот для раскраски. Ну, вот, есть кираса, например, да, вот мы ее можем делать золотой, она вполне себе, это будет уместна. Можно вообще отдельные аксессуары, то есть, вот, как бы, знаменитая, там, афродита, в таком, в бикини, да, на коже нет признаков росписи, то есть, скорее всего, вот, она примерно так и вылезает. То есть, есть волосы покрашены, да, а так вот, как краска используется, да, ну, и, разумеется, как различные атрибуты там золотые, золото мог бы поигрывать частично совершенно, но тоже используется как образ. Вот, кстати, та самая стапка, этот бюст римский, да, который мы видели. Ну, и Винкельманова свидетельствует, и античность, очень часто золото используются просто для придания блеска. То есть, ну, это то, что осиство называется в иконописи, это будут волосы, можно подзолотить, складки одежды можно подзолотить, чтобы они блестели при, вот, определенном, как бы, смене освещения и так далее. Тоже такой интересный, интересный способ использования. А, вот римни, да, у римни, да, у них вот с бронзой, так-то вот, не заладилось, в том смысле, что они, как бы, ее довольно быстро упростили. Вот эти, в римнии будут писать, как бы, ну, да, искусство, вот это, вот, сплавов утрачено, все больше золота громоздят, то есть, ну, как бы, типа, большая, золотая, но бестолковая, в художественном смысле, такая вещь. Опять же, видите, прорезка глаз появилась такая, которая уже, теперь я не нуждаюсь в инкрустации. То есть, если в мраморной, как бы, статуе, прорезка глаз, еще не говорит о том, что они не были раскрашены, но в бронзовой, поскольку инкрустации, как бы, место, где инкрустации не оставлен, значит, явно, как бы, инкрустация уменьшилась. И, в принципе, бронзовые статуи очень похожи на многокаменные статусы, то есть, из набора разноцветных каменных статусов. Ну, здесь лицо, она вообще гипсовая, только условная статка, она утеряна, но в целом мы видим, что есть такая, достаточно большая полихромия, очень похожа на металлическую, да, то есть, как бы, из сплавов, вы можете нагромоздить статую, здесь можно точно так делать с камнем. При этом она, в отличие от металлической, не будет корродировать, не будет менять свой цвет. Дальше. Существует, конечно, очень такая интересная, дебатируемая проблема. Понятно, что мы все знаем, что римляне делали массу копий. Причем копий чаще все делались с мраморной статуей. Ой, с бронзовой статурой, на лавах, в мрамор. К чему это приводит? Ну, вот здесь конкретно, как бы, то есть, по сути дела, по центру, это то, что вот сейчас мы имеем. А с правой и с левой две реконструкции. Как могло выглядеть бронзовый прототип и как был раскрашен мраморами. Мраморная копия. В данном случае есть какие показаны на мраморе, что там была раскраска? Да. Они, собственно говоря, как бы, они реконструировали именно как бы мрамор, а бронзу догадывались уже как бы просто по аналогии. Вот. И, значит, ну, здесь подпорки, потому что у него там расставлены тот, потому что он же не бронзовый, не понимает, а раскраска как-то олимпийский. Очень забавно, значит, знаменитая находка, которую вам, ну, как бы, всем надо бы, как бы, знать, наверное, просто, чтобы... Местечко Баи, это примерно на северо-запад от Неаполя, где была найдена мастерская по копированию факторов. там были найдены слепки, которые, как считается, делались... То есть, вот гипсовые слепки, которые... Я снимаю слепок с знаменитых, какой-нибудь знаменитой статуи, где-то, привожу эти слепки, отливаю образцы, а потом по этим образцам в аэром рампе. То есть, эти слепки, это, на самом деле, конечно, чудесная совершенно находка, дающая колоссальное количество всякой информации. И вот многие из существующих статуй, вот, как бы, гармония лесногетона, неизвестные тираноборцы, как бы, вот там найдено прямо действительно слепок, с которого она делалась, причем очень похожие. То есть, делать вольно. Конечно, прием, смотрите, ресницы, понятно, что у бронзовой статуй ресницы были вот такие распушенные металлические клювители, и закрывали воском, делали гипсовую отливку, поэтому рампорная копия заведома будет иметь вот такие утолщения, Неизбежно возникать вопроса, что с цветом-то? Ну, форму мы понимаем, что мы передаем, а цвет-то как? Здесь существует много разных версий, но, скорее всего, просто мы понимаем, что цвет, знаете, форма, это действительно, что такое уникальное для статуи, а цвет, важно, чтобы он был, да? Но важно, что в этом должен быть телесного цвета, ну, чуть более такого телесного, сикого, телесного, видимо, это было менее важно, почти наверняка, да, мы понимаем, что статуи были раскрашены, но, насколько они отражались, скажем, гречесный вход, у меня это уж крайне маловероятно, что сильно и интересно отражает. И, наконец, возникает самый интересный вопрос. Ну, хорошо, мы поняли, да, масса, как бы, расцветка, все расцвечено, мы все знаем, ну, а были вообще не расцвечены? Нет, ну, может, все-таки были, но, может, такая вот эстетика, в принципе, вот им была знакома такая эстетика, как вот нам поставили белую статую, любоваться тем, что она белая. Вообще, вот это возможно? На античной стиле? Ну, я написал некоторые причины, ну, давайте, вот, довольно известная такая тоже картинка статуи Марса нарисована на стене в Пампетре. Что все это означает? Может, не покрасили, потому что денег не хватило. Ну, мало ли, то есть статуи, которые не покрасили, потому что не хватило денег, наверняка существовали. Ну, явно, они не стали бы воспроизводить, вот, ну, окажется, зачем, да? Что же я должен подчеркнуть, что я денег не? Существуют различные эстетические объяснения. Может, так действительно красивее, а может, это белое что-то значит, а может, это ценный мрамор, да, я-то должен подчеркнуть, что статуя с ценным мрамором. И, может быть, там просто было тонирование, но этого не видно, ну, и так далее. А может быть, наоборот, может быть, здесь все дольше, у меня, как бы, я должен подчеркнуть, что статуя так как утеряла окраску, она такая старенькая, отдельная цель. Что именно конкретно? Ну, давайте попробуем разобраться, какие возможные варианты. Первое, что у нас, что мы, как бы, категорически утратили, наглядевшись на огромное количество белых статуй. Мы перестали понимать, что белый цвет, это что-то значимое. То есть белый цвет, вообще говоря, если он попадается в полихромическом окружении, если он часть статуи, или часть окружения статуи, то он всегда что-то знает. Не просто случайно же белый цвет. А мы этого вообще перестали замечать. То есть вот, причем замечать пора. Вот смотрите, например, справа, фреска из Помпеи. Но мы видим, это, как это тоже называется, скульптурная композиция. Аримаск, как бы, племя Аримасков, борющаясь с гарифонами, гарифон белый. Причем мы здесь трудно заподозрить, что не дорисовали, не докрасили гарифонами. Значит, скорее всего, это просто символическое значение какое-то там должно быть такое вот божественно-небесное белизна. Она здесь не случайна. Если бы мы все белым, но мы бы сомневались. Но здесь мы понимаем, что не зря такое противопоставить. Что-то оно значит. Это для нас информация. Если бы это было все белым, мы бы вообще попустили нам уши о том, что такая проблема существует. Дальше. Реконструкция тоже. Очень часто вот, как бы, реконструкторы, они не очень внимательно относятся к зрителю в том смысле, что они вполне понятны. Вот белое, которое здесь сидит. Это просто мы не знаем, что здесь было. Или оно таки было именно белое. Это тоже важно понимать. Потому что Лена в этой неделе иногда просто не отговаривается. Но вот эти внимания тоже... Вот эта реконструкция, которая слева, да, вот с белым цветом, там нет такого ощущения, что это мрамор, а такое ощущение, что это покрашено белым. То есть они вообще, можно сказать, тогда... Следует допустить, что они вообще, так сказать, мрамор не ценили как камень, а просто еще и закрашивали его белым цветом. Нет, ценили как камень. Нет, здесь я бы не сказал, что нет впечатления, что это белый... Потому что вот рука, она как бы тонирована, да, вы видите? И ноги тонированы. Но само, вот как бы белое, оно как бы мраморное, полагается, по основу. Было ли это нарисовано белым, или оставлены белые куски? У него просто нехорошее качество фотографии. Я сразу скажу, что на самом деле, по поводу каждой из этих реконструкций, по большому счету, конечно, нужно читать сопровождающую документацию по тому, как они это делают. Более того, проблема даже не только в том, что это огромный массив информации, а проблема в том, что эта информация уже недоступна. Не все мы можем понять, как реконструкции это сделали. Поэтому здесь потребуется обсуждение на каждый конкретный экспонат. Вот, опять-таки, слева вроде бы белая статуя, но это как бы жрецы Исиде тоже там как раз достаточно четко зафиксировано, что белый цвет для них был ведьмазначен. Так же, как для веставок, скажем, белизна была абсолютно не случайна, не символична. Ну, опять-таки, если задуматься, были ли монохромные фоны? Да, конечно, были. Самые распространенные в античности рельефы, конечно, были монохромные. Потому что эти рельефы – это деньги. Ну, мы понимаем, да, что вот это массовый рельеф. Понятно, что никто не будет делать все полихромичным, просто потому, что, ну, как бы, да? А зачем? Существовала отдельная эстетика, естественно. Вообще, у античного мастера не было такого вопроса, как у нас. А делать ли мне что-то монохромный? Ну, он пользовался всей палитрой, которую я считал нужным. Да, вот есть, понятно, что золотые изделия. Ясно, что они могут быть очень сложными. Как бы ювелирные украшения античности бывали суперновороченные, там, с каким угодно и так далее, были чисто золотые. Пекторальные, безызвестные, как бы, да, из толстой могилы. Великолепное произведение по качеству, но чисто, взлом-то, как бы, абсолютно монохромный, никого это абсолютно никакой не смущало. Или, наоборот, вот, сверху, вверху, ну, я таких фигур, это вот гилька, да, от весов, бронзовая, справа, вверху. Понятно, что таких вот мелких бронзовых предметов, их навалом просто было практичности. И, конечно, никто там не пытался их доводить до какого-то эстетического совершенства. Понятно, что монохром такого рода в античности присутствовал в огромном количестве. Ну, это мы уже видели, вот, как бы, такие примеры. Ну, понятно, что пример будет усложняться. То есть, у вас будет камень все более, как бы, словистый. Вы научитесь эти слои использовать, да, то есть, это все такой классик тоже. Вы вообще вот такие вот вещи научитесь делать. То есть, здесь, значит, очень-очень любопытное стекло с коллоидным золотом и серебром, которое на отраженный свет и на просвет дает абсолютно разный оттенок. Этим тоже, как бы, иногда пользовались. Вот, уже, как бы, высший пилотаж такой. Дальше. Ну, понятно, что существовала масса примеров, как бы, вроде бы, ограниченной окраски. Чернофигурная базопись, красная фигурная, на самом деле, она большинство четырехцветная, не двух, как можно по названию. Они были и вот объемного такого рода, да? И даже, когда добавлялся цвет, на самом деле, вот смотрите, слева, например, реки, да, белофорный, там сплошь и этом цвета добавляются очень так аккуратненько. То есть, явно художник владел вот такой эстетикой ограниченного применения цвета, а не ляпал все подряд. А справа вот эти вот цветные фигуры, но, на самом деле, если присмотритесь, там вот здесь-то цветное, да, а справа идет вот краснофигурная, это так называемые билинговые. Они появились сначала, когда чернофигурная переходила в краснофигурную, бывали так, что половина чернофигурная, правда, краснофигурная. А здесь вот половина цветная, половина краснофигурная, да? То есть, тоже вполне себе понятная для них эстетика. То есть, это вовсе не означало, что все должно быть цветным, или это не в качестве. Более того, как бы вот четырехцветность, да, то есть, такая сдержанная политика, она могла применять в самых изысканных произведениях и более того отдельно ценилась вот здесь конкретно при не пишет что вот когда-то были мастера четырьмя цветами такие красоты делая сейчас на ляпают там до толку никакого то есть это вполне себе означало что они достаточно тонко чувствовали цвета но есть еще один факт который нужно учитывать что яркие краски с плаушетом строили дорого и здесь соответственно двоякий фактор с одной стороны если я туда наляпал ярких красок я показал что я другой стороны я показал что я вот эстетически не разнедоразвит это и то и то и то и другая вещь ну первое больше то есть по факту все равно было важнее чем изобразить какую я тонкий это не очень характерно на этических ну и наконец тот вопрос который нас тут многократно задавался собственно говоря что же происходит с этой окраской во времени и какое имеет влияние вообще на эстетику кроме вот просто деградации как стало интересно ну во первых здесь вот как бы рассказывать про тука заботимся крис или фантильных стопы что там то ли вода должна быть сначала водоем должен быть перед статуей то ли маслом ее нужно там особым образом снабжать чтобы она держалась потому что это важно вот здесь например видите такая есть довольно редкое изображение когда герму чистят процедуры ухаживания идет за статуй более того даже как бы якобы потомкам фиде вот почетное право предоставлено чистить собственно говоря статуи так дальше вот пример на котором проанализирована явная реставрация то есть несколько слоев было статуя покрашена потом замазана условно говоря грунтовкой заново покрашен вот тут пример примерная схема что может происходить ну понятно можно просто слева по вертикали можно просто потерять окраску не вопрос можно ее обесцветить очень сильно то есть они будут просто очень слабые цвета могут достаточно сильно измениться это отдельная песня когда у вас там был один цвет стал другой и причем довольно радикально тень которые мы говорили на то есть сбежалась краска чуть подольше затеняла чуть подольше мрамор мрамор чуть 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 дольше принимал воздействие атмосферы соответственно либо это просто цветовое изменение такое пановое да либо даже вот какой-то объем может ступенечка вот пример изменения довольно откровенно синим все что было покрашено синим она довольно чешко эмуляционировал зеленый то есть открыть просто пришел в малахит но это довольно легко это химически очень сходные вещества медные они довольно легко переходят друг друга акиновой довольно хорошо чернеет и соответственно тоже как бы какие-то киноварные моменты потеряли просто цвет не пропал очень известный пример когда нашли вот византийский мускул в британской библиотеке и там черный ангел сначала было даже версию что может что-то такое значит вот а на самом деле это просто свинцовый берила взаимодействовали с продуктами горения газового светлой лампы были тогда что британские она выделялась сервана который с белилами до мгновенно мощный черный цвет и вот то что было белым стало черным вот эти видите не до которые я говорю конкретно то есть когда у вас краска оставил такой-то рельефчик как микро рельефчик просто за счет того что какие-то части были более прочными чем другие украски теперь давайте смотрите если у вас каменная скульптура вы покрасили краска начала пропадать у вас принципе пока вы пока еще на какая-то сохраняется может подкрасить можете реставрировать если же у вас металлическая скульптура вы можете только всеми силами пытаться защитить ее от деградации от потемнения там и так далее заметить можно исправить нельзя но только перейти за поэтому как бы здесь ну вот посмотрите это классический пример патинирования автоматически самопатинирование вот как бы справа картинки как как стату свободы прибыла в америке нет на стату на такого цвета примерно была ну и вот снизу табличка табличка она приводится это не кстати свободе на было приложено табличка который можно найти на сайте любой организации который сделает вам медную кровлю для дома на вот показывает вам как вас это кровля будет со временем эмуляционировать сама по себе что с этим делать ну картинка говорит да мы знаем что он как можно добиться чтобы ведь блестела дра и нужно но ясно что это как бы применимо не всегда и в античности было не главное защищали попытались защищать какими-то значит обмазки масло битум там смолы ну что самое забавное оказалось что некоторые из этих веществ они скорее способствовали патинирование только не не такому патинирование как было бы на воздухе а более темным патинирование связано с сернистыми веществами больше чем с оксидируем с кислородом здесь как раз возникает проблема а может быть они хотели чтобы вот эту проблему сейчас отчасти тоже за то же самое как это было скажем в китае сейчас мы прекрасно сейчас мы прекрасно затронем этот вопрос итак значит вот как у вас бронза без защиты дает обычно ну какой-то зеленоватый чистое оксидирование чистое взаимодействие с кислородом воздуха это будет зеленоватый оттенок хотя потом он тоже темнее там в общем разные нам дают оттенки масло возможно обочернение дальше по искусственную патину мы видели двух сортов и патину мы видели именно здесь как бы связи с потерями веществ возникает еще один любопытный вопрос существовала ли в античности эстетика какой-то вот такой потертости ну вот нам хорошо известно восточный материал хорошо известно сейчас мы тоже как бы умеем этим любого за античность мелочь им было интересно вопрос не всегда чин собственно говоря всякое любование такое вот древность классической греции присущи собственно не очень понятно что в любом классическом обществе в том числе и греческом было преклонение перед древностью как там золотой век там всякое уважение к предкам и так далее но такое вот эстетическое любование каким-то потертостями наверное можно отнести начало собственно перед созданием коллеги первые массовые коллекции греческого искусства начали эллианистические проекты которые хотели чуть ли не монополизировать греческое искусство сказать что мы настоящий наследник греции не с собой там дрались эти диалоги их наследники поэтому как бы это начал ну конечно дальше дело юлики с ними вообще все понятно никогда сначала они вот известная цитата когда сначала римлян там находил серебряный кубок разламывал на украшение но постепенно как мы знаем там победителей греция сама победила приучила прекрасному все они стали увлекаться греческими сначала просто древностями потом подражанием и так далее во многом приняли многие греческие манеры в области искусства хотя сначала это огромное сопротивление понимать то есть как бы в риме масса консерваторов утверждала сейчас вы начнете картинки копировать а потом размежетесь как вот эти греки и тут нам всем римлянам и конец может быть были даже чем-то в чем-то право ну вот по факту все равно греки завоевали и вот видите только если сначала классическом греческом тексте скану стираются краски со статуи и это явное безобразие ну в том смысле чтобы это явно некрасиво то время уже раз чаще встречают какие-то вот там что потертость это круто но прежде всего круто как показатель стрим это еще конечно не показать слушай я научился этим любоваться я пока научился только хвастаться тем что у меня есть древние речи но одно за другим неизмерно конечно сверху сначала начинаете может пландоваться как бы чисто как бы каким-то значит антикварностью постепенного и как бы эстетику такую такого рода осваивать и вот связи с тем что мы услышали когда любопытная для вас значит задача вот смотрите белый цвет например на сморяйте давайте рассмотрим черт вот есть скриптальная куча разных черных образцов из разных ну в общем античных да больше части римских ну какие-то значит и иллюмистические важны что все вот этот черный здесь везде означает самое интересное что почти везде он означает совершенно разное то есть вот как в каждом конкретном случае использование черного или появление черного на данной скульптуре может означать совершенно разные вещи ну первое что полезно во первых вот например здесь черные вставки этот варвар да можно было сказать ну варвар а не только здесь какие-то более простые вещи мы сразу давайте крабика отложим более-менее понятно вы считаете что это просто декоративный крабик ну ясно ну с негром тоже все вроде бы более-менее понятно ну натурализм такой ну черный негр почему вот юрий цесарь справа черный вот это уже гораздо большая проблема да нет черный вроде нас вопросов нет хорошо пойдем дальше черные вставки там варвар или вот артемия эфеска ну наверное какой-то символизм подумаем я слышу наши там опять все эти хронические культы там белые и прочие малая на самом деле здесь далеко идущих выводов делать не надо потому что это позднейшие вставки Винкельман отмечал, что масса искусствоведов несет полную чушь, потому что они еще дописывают вещи, которые добавлены позже. Ренессанс организовал целую фабрику по производству, доделок, реконструкций, исправлений и так далее. А вот конкретно для артилитов, я скажу, что в XIX веке это вообще бронзово. Но это все, тем не менее, в музее не обстоит, поэтому иногда вы можете запутаться. А вот на сайте, ко мне нравится в Копенгагене, понятно, что повсюду, во всех больших собраниях, были сначала все реставлены, все насы добавлены, а потом пошла мода, и так, все, давайте убирайте все лишнее, давайте все оставим натурально. И все насы поснимали, но вот они так и заботливы. Вот витрина, она как здоровенная витрина с носами, очень симпатичная. Дальше. Вот тот самый фактор, о котором мы тут уже упоминали. Итак, бронзовая статуя со временем, несомненно, темнеет. Причем довольно быстро и довольно необратимо. Те же самые ремени, которые все это тащат вверх, начинают получать от этого удовольствие. Потемнело, может быть, так и нужно. Начинают делать сразу же патинированные вещи. Заведомо. Потом, раз уж патинированная бронза, значит и камень черный тоже можно использовать. То есть, вот классические примеры. Вот у вас патинированный младенец, вот черные такие. Совершенно конкретно, черные считают, что… Вот, как бы, статуя Афровида, например, в Метрополитном музею четко написано в описании, что это вот, скорее всего, по мотивам потемневшей ноги. Но это только один из факторов. На самом деле, может быть и не так. Дело в том, что большая часть вот этих черных всяких изображений, оно приходит из Египта. Ну, из римского уже Египта, конечно, но не важно. А в Египте традиция черного, и это именно как цвет загробный, как цвет возрождения, в том числе, как цвет вечной жизни, понятно. Он, как бы, там имеет многотысячелетнюю историю. То есть, вот, как бы, от фараона владельца одной из пирамид, да, до… Причем, обратите внимание, не только черный камень, но и, наоборот, цветные скульптуры с черной кожей. То есть, черный здесь абсолютно не смучает. Абсолютно четкое символичное значение. Оно очень четко переходит и на Талимеевские статуи Талимеевского Египта. Посмотрите, справа какой чудо. Прекрасный, да? Так он выглядит абсолютно черный. Тем не менее, вот, как бы… Понятное дело, что эта традиция, то есть, тоже Рим не обошла. И в конкретном случае сказать, пришел сюда, как бы, вот эта вот мода на Патину, или пришел сюда мода на Египет, которая была очень распространена. В частности, понятно, что культ Исиды, скажем, в тех же Помпеях, присутствует храм Исиды. Ну, вообще, он был очень распространен и чуть ли не конкурировал с ранним христианством, как мы знаем в времени. Поэтому понятно, что эта мода тоже оказывала очень важное влияние. Ну, и, наконец, последний фактор, который здесь можно сказать, что помимо ценности вот такой, значит, антикварных, когда я владелец что-то такой, когда я владелец древних стад, это крайне престижно, крайне дорого, появилась и ценность такая постаральная. То есть, опять-таки, ценность, скорее всего, не присутствовавшая в Древней Греции. Дело в том, что, ну, как бы для того, чтобы ценить вот такую прелесть увядания, провинциальности, какой-то, значит, вот потертости, нужно хорошо жить, что называется. То есть, когда вот общества, которые сражаются, как бы активно ведут такую бурную жизнь, и, как бы всегда на грани жизни и смерти и активной борьбе, они чаще все-таки вещи не цель. И это вот, скорее, все-таки римские. Но, тем не менее, вот существует конкретно вот этот, это как раз научный руководитель, ну, Карабольской армиитотеки, вот он пишет, что как раз специфический жанр такой даже в живописи есть, вот, помпеянской, да, где вот эти вот статуи, они появляются обычно именно с таким бухгаллическим контекстом, что это вот такой пейзажик, такой проницальный, ну, как вот, как анекдот про императора, у которого я отправился в капусту сажать, да, вот, что-то из этой силы. Такое вот, опрощение такое, которое вот... Почему анекдоты? Это было так? Ну, это все называется исторические анекдоты, потому что все сведения, которые... Ну, почему он сам об этом писал? Да, ну, вы же понимаете, что мы не можем это... Ну... У нас просто к отношению к слову анекдот немножко такое, поэтому... Ну, да, нет, ну, это называется исторический анекдот, как бы, ну, в принципе, вот не значит, что он может быть не нравится. Ну, не пугайтесь, третья часть гораздо меньше. Ну, конечно, так, если ничего. Ну, вот пока, Олег, там, технические какие-то, да, моменты... Сразу вот очевидно, друзья, что уровень реконструкции очень разный. И, конечно же, от того, насколько тонко, точно документирована, так сказать, выполнена реконструкция, я думаю, зависит очень многое. Потому что даже уже эти картинки, которые нам были показаны, они совершенно, так сказать, разноуровневые. И здесь некоторые реконструкции, как вот мне сказал, как раз, реконструкции британского музея, вот этой главы Афины, там, 50-х годов нашей эры, она, конечно, на самом деле, вполне вообще корректной, может быть, адекватно восприняется. То, к сожалению, наибольший по количеству материал происходит именно такой Копенгаргенской группы. Нет, 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 Копенгаргенской группы, которая... В самом деле, не совсем так. У меня больше такие сплошные, очень грубо... Простите, а может быть, случайно грубо глупые цвета, которые просто, так сказать, вызывают недоумение. Почему мы должны греков, так сказать, они в форме были столь совершенной, почему они настолько идиотически в цвете? Как же так может быть? Человек не может быть гениален в одном и быть, так сказать, свершенным пропаном в другом. Я бы все-таки наставила на том, что слово «идиотическое», оно как бы привязано к нашему опыту. Нет, в том смысле, я думаю, что это очень все-таки плоско. Значит, понимаете, это очень субъективно, но как бы то, что архаические статуи были такие достаточно олиповатые, с этим сейчас все более-менее согласны. Вот это второй момент, который я хотела, конечно же, подчеркнуть. Да. Надо очень точно разделять по времени. Конечно. Это не сомнение. Вы абсолютно правильно упомянули о том, что вот эта глубинная связь еще существующая с Египтом, в общем-то, она логично раскрашивается и воспринимается, в принципе, так сказать, а вот уже классические образцы. Кстати, ну, между прочим, у вас не так уж много их видели. Реконструкции классического, высокой классики скульптуры или их нет, или как, что вы скажете? Ну, их, как вы понимаете, практически нет. Откуда вы знаете высокую классику? Ну да, конечно, да. Кого вы знаете? Кого вы знаете? Конечно. 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 Ну, вот это я тоже хотела сказать, что ведь в самом деле римские копии с греческих оригиналов. Ну, в общем, короче говоря, здесь несомненно есть что обсудить. Единственное, что я хотел выступить за Копенгаген, большая часть вот этих таких нарочито ярких реконструкций, это, она связана, вот как бы, да, это, собственно говоря, инициатива Винкельмана. Ну, его основная задача была… Не Винкельмана, а Винкельмана, да, виноват. Бринкмана. Бринкмана, конечно. Основная его идея была в том, чтобы отчасти шокировать. Да, да, конечно. Собственно говоря, он прав, я считаю, потому что ему это удалось. Это уже как кому? Я считаю, что ему это однозначно удалось, и это подняло целую волну серьезных исследований, и она принесла очень много интересных, тонких результатов. Ну, вот разве что от противного, я в этом отношении не пошла. Пожалуйста. Чтобы сказать, что нет, это было точно не так, заделались ли серьезные люди, скажи. Ну, нет, ну, я не могу сказать, что он сам не серьезный человек. Ну, короче, ладно, здесь есть много чего. Давайте напоследок, я хотел все-таки обозначить еще некоторые вещи, которые показались мне важными, хотя они уже несколько более как бы трипологические, они такие менее фактологические, значит. Давайте еще обсудим, какие вещи, что еще полезно продумать про античную эстетику вообще, там, скульптуру, в частности, чтобы понять значение цвета. То есть, что же вообще наличие, если вы помните, что цвет таки наличествует, наличествует в товарном количестве, практически доминирующее, что это меняет наше восприятие? Ну, вообще говоря, меняет очень многое. Ну, во-первых, полезно все-таки, конечно, вот разделить такие вещи, вот нравится тебе это или не нравится, и было так или не было. Ясно, что как бы историк вообще не волнует, нравится ему это или не нравится, ну, важно как было. Поэтому то, что наша эстетика уже воспитана, и мы способны воспринимать какие-то вещи как эстетические и как бы классные, это не значит, что так были способны воспринимать и те, кто это производил. Это совершенно неочередливо. Дальше, если мы знаем, что они цветные, да, ну, как бы они воспринимались иначе, и более того, те самые выводы многочисленные, которые были понаделаны из моноцветности на тему вообще идеологии, которая руководила создателями, вообще обществом, которое такое производило, они тоже были во многом ложные. Давайте попробуем какие-то вещи обозначить. Еще раз поговорим немножко про натуралистичность. Значит, да, конечно, мы, как бы, вот эти многочисленные анекдоты про натуралистичность, они очень популярны. Ну, известный анекдот, что там, типа, соревнования двух художников, один нарисовал виноград, там прилетели птицы его к каменвале, он сказал, вот как я хорош, а теперь покажи, что ты там, сдергивай, укрывало со своей картины, посмотрим, что у тебя получилось. Он говорит, а у меня укрывало и нарисовано. Ах, да. Ты даже художнику сумел обмануть, ты лучше. Ну, это такие вот анекдоты. Все они, как бы, говорят, особенно об обману. То есть, вот такое достаточно примитивное, простое понимание искусства, как вот обман, вот такой вот максимальный, как бы… Иллюзионизм. Иллюзионизм. Так. Более того, вот, например, отличные, как бы, рассуждения. В принципе, очень логичные, что иногда что-то очень похожее, что-то очень похожее, производит впечатление гораздо менее приятное, чем, как бы, окрашенное… Даже товарищ Пушкин высказал, что вот раскрашивай все-таки хуже, чем вот не раскрашивай. Ну, вот как-то не так все это красиво. Такие рассуждения всегда присутствуют. Более того, мы же знали, что вот если довести все до предела, пределом сейчас является направление гиперреализма, которое, собственно говоря, эксплуатирует именно эту тему. То есть понятно, что нет смысла к гиперреализме просто делать что-то очень похожее. Нужно сделать настолько похожее, чтобы это стало прямо вот шокирующе, ну, как-то неприятно, да? То есть не всякий гиперреализм, как бы, может служить самоцелью. Это пока мы говорим чисто такие эстетические, они не исторические. Дальше, есть еще замечательные рассуждения о Дарьевском. Да, что, типа, ну, давайте подумаем, ну, вот, если мы хотим таки… Это он как раз возражался романтических позиций, возражал академистов. Типа, ну, если мы хотим, если мы считаем, что нужно как все похожее и похожее, что же должно быть самым похожим? Ну, ведь не только раскраска, раскраска само собой нужна. Ведь нужно, чтобы еще двигался, да? Вот мой идеал. То есть вот идеал, как бы, такой вот, художественный, да? Когда это вообще какой-то робот-автомат, это уже были автоматы, ну, простые, не помню, да? Трудно назвать это идеал. Но, на самом деле, сейчас это многоградно обсуждалось, и довольно известный такой график, показывающий, что, если вы начинаете делать что-то очень похоже на человека, то в первый момент времени это производит положительное эмоциональное впечатление, в какой-то момент, ну, спать, дикие права. Когда что-то очень похоже на живое, но явно неживое, это, как бы, это пугает очень сильно. Поэтому даже в этих эстетических категориях, самых общих, пока они даже к практичности толком не относятся, мы понимаем, что не все так просто с натуралистичностью. А на самом деле, все было еще, как бы, любопытно. Значит, собственно говоря, расцветка греческая, ну, как бы, она в первом побежении ничем не отличается от соседей. А вот что греки ввели того, что совсем не было, это обнаженность. Причем, как бы, вот обнаженная статуя, это и есть та революция во богах, которую греки произвели. Нигде у соседей такого не значится. Ну, тут кроме отдельных, очень редких, очень специфических случаев. Считается, что это, как бы, обусловлено вот гимнастическими состязаниями, которые греки проводили там впервые. Это появилось на Олимпийских играх, где какой-то там бегун что-то там запутался в повязке, сбросил ее там. Не важно, опять же, их исторические регионы не очень нам важны. Но, тем не менее, факт остается фактом. И это становится такой ключевой эстетической идеей. Но при этом мы понимаем, что вот эта идея о том, что нужно сделать можно более похожим, в Греции вообще такого не существовало. Классическая Греция, она делает, скорее, идеально. Ну, идеальная тема. Как раз наоборот, там очень часто можно сказать, что полностью отсутствует какая-то индивидуальность. Более того, индивидуальность иногда преследуется. Иногда до, как бы, до убийства. Ну, мы знаем, например, что Фиди, понятное дело, ну, опять-таки, это исторически анекдотно, но считается, что Фиди был казнен, как бы, ну, или умер в тюрьме. Во всяком случае, из-за того, что изобразил себя и Перикла в виде Дедала и Теслея на щите Афина. То есть, ну, если какие-то портретные вещи появлялись, как бы, это вообще как бы могло быть совершеншим удругательством. Поэтому, ну, надо понимать, да, что здесь, как бы, идет массовое существо. Вот, что я изображаю, что я вижу, или что мне кажется, и что должно быть. Это такая довольно популярная речь. В колокогате тоже известное понятие, хотя, на самом деле, в Греции оно не было столь популярно в обсуждениях даже у философов. Это мы сейчас, как бы, чаще употребляем при описании. Но, опять-таки, значит, вплоть до того, что вот эта обнаженность, она начинает использоваться везде. Она становится признаком Бога, героя вообще. В частности, масса батальных сцен, которых изображены. Ну, то есть, ясно, что если это спорт, вопросов нет. Рабочие сцены тоже понятно. Ну, банально, я там что-то делаю, какую-нибудь там, могу запачкать, портить одежду, я снимаю, от работы, никаких вообще вопросов не возникает. Ритуалы, несомненно, существуют разные там, да? А вот на войне, потому что они, правда, дрались головами, что ли? Это, как бы... Область идеальна. Что? Область, это, как бы, знак идеальности. На этот счет существуют определенные, значит, дебаты. Но, естественно, большая часть склоняется к тому, что это не более, чем героическая многота. Которая, которая, как бы, отсылает нас к неким героям, который... А герой обязательно обнажен. Это вот у греков четко прошло первое время, и они это утвердили. Соответственно, как бы, по-другому герой быть не может. Более того, мы видим, что вот здесь, на картинке же они же не только без доспехов. Они вот, там, у них щитки подняты, то есть, слушай, там, шлем могут тебя двинут, там, на затылку. Но, если же он не пошел задвинул, заломленным на пекре шлемом в бой, да? Ну, вот так вот, такие условности, да? Но, теперь эти условности стали крайне сильными. Но, тут еще есть один факт. Понятно, что вся вот эта вот греческая, мужская, в первую очередь, обнаженность, была связана с совершенно конкретным проявлением гомосексуализма и петеростии, то есть, конкретной любви к мальчикам без вопросов. Это, как бы, было железно. Мы сейчас опустим эту тему. Ну, мы опустим эту тему. Но, тем не менее, это абсолютно не секрет, абсолютно не двусмысленно, абсолютно прослеживается с хвозняком во всех античных источниках. И крайне важно это понимать для дальнейшей эволюции этого дела. Потому что, вот, греки приходят в другие культуры. Но в Греции, ладно, в Греции мы все это понимаем. Надо заметить, что Риме и они к этому относились крайне отрицательно и прекрасно это знали. Сейчас мы это еще коснемся. Значит, да, дальше. Обнаженность, в первую очередь, была мужская. Потом, то есть, вот, архаически Курас всегда будет обнажен, Курас всегда будет обнажен. Считается, из-за линии первой, значит, статуи обнаженной женской фигурой. Практически, да, Афродитохнической, небезвестной. С колоссальным количеством, значит, реплик самых разных. Вот справа мне очень нравится вот это вот жалостливое создание из армитажа. Вообще-то, конечно, такая несчастненькая такая. Но тоже, вот, примерно из этого типажа. Упс, здесь тоже у нас какой-то фон поплыл немножко. Ну, не с утла, давайте проскочим. Опять, здесь существовали разные у них, ну, опять, исторический анекдот. Первый анекдот говорил о том, что существовала возможность, как бы, нарисовать какой-то идеал вот с какого-то живого человека. Ну, вот классическое предание о том, как, значит, Собственно говоря, Афродиту Кницку якобы сделали по... Поставили модель в Гетеру и по ней сделали это Афродиту. Что само по себе это ощущается. Это очевидно, да? Как можно пожилой женщине делать богию. За этого, собственно говоря, сплошь и это могли и убить, что называется, власти, да? Ну, тут классический анекдот, что с нее с дерганью покрывало. Она была столь прекрасна, что, как бы, ну, раз уж так, ну, что уж тут скажешь. Ну, это маловероятно. На самом деле, в Греции больше похож анекдот другого типа, что, вот он собрал, значит, разных женщин, из разных кусков там понадергал, значит, здесь нос по совершению, здесь глаза. Это была довольно характерная идея, что вот есть некий идеал, который, как бы, ну, как-то, какие-то эманации его есть, он может проявляться в каких-то конкретных людях? Ну, всегда как-то у Бога. Вот. Это как платоновская идея, которая в наше время уже, на самом деле, не столь популярна, но не суть. Вот, как бы, здесь Винкельман, на самом деле, насмехается над тем, что вот Бернини, да, такой небезызвестный, значит, барочный скульптор римский, он говорит, что, ну, это какая-то ерунда какая-то, ну, как бы, красота, она вот индивидуальная. Вот нельзя вот сказать, что вот этой женщине точно подойдет вот лучший нос, который вообще возможен. Ну, это, как бы, у Артега и Гассета есть такое эссе там эстетика в трамвае, что, типа, любой испанский мужчина, заходя в трамвай, первым делом откидывает взгляды всех женщин, и тут же каждый выносит пациент. Какая из них красивая, а какая из них не значит. Он говорит, как он это делает? Ну, первая идея, ну, да, у него есть какой-то эталон, он всех сравнивает с того. Ну, это явно не так. То есть, там, путем каких-то разумов, у каждой женщины, например, есть свой талон, относительно которого она, тем не менее, может быть, да, и краселее, и не краселее, но, тем не менее, вот не существует этой платоновской идеи. Греки, тем не менее, ее довольно четко проводили. Вот в инклемации отчасти с ними солидоризуется, что так и нужно именно это высокодуховно, что вот, типа, никакой вот случайный вот такой, в том числе, не будет никакой похоти лишней, потому что, ну, как бы, это идеал, и это важно. И так приходим в Рим. Ну, с Римом, да, с Римом все ясно. В общем, как бы, как и все соседи Греции, никогда такого идеала, как, вот, скажем, полная обнаженность, в общем-то, не знал. И встречает это довольно мощное сопротивление, но постепенно, ну, куда деться. И раз уж я, как бы, раз уж греки таких действительно эстетически завоевали, и я должен показать себя уже культурным человеком, я вынужден следовать этим образцам. Поэтому постепенно, ну, есть у них, конечно, какие-то образцы, но большей частью, ну, помогло бы, что такое любопытное изобретение, значит. Появился вот такой вот кераса мышечный, да, тоже такая не очень характерная. То есть, зачем он париться с этими вот всякими мышцами, если может просто, ну, как бы, защитная кераса может сделать гораздо проще. Во многом она позволяет вот, как бы, вот так сгладить. Я и в бой могу пойти как герой, но при этом защищенным, да, и изобразить меня можно и не голыми, и не одетыми, вот как в сказке. Отличная идея. Дальше. Ренессанс, конечно, вводит вот эту идею монохромности. Но вот здесь есть еще одна любопытная такая вещь, которую мы не прочтем, естественно, у одного ренессансного автора, но который явно играет свою роль. Дело в том, что, понятно, Ренессанс тут как бы постулирует, он как бы возрождает какую-то идею гуманизма, красоту человеческого тела и так далее. Но во многом эта монохромность была обусловлена тем, что если бы я сделал это цветным, это получило бы какая-то проноградь. То есть вот поставить вот такого Давида ему бы не дали точно. Понимаете? Хотя, ну, как оказалось, как нравится. Вот античная раскраска, вот как бы это. То есть отчасти вот это вот уход в идеалистику такой, что вот это все идеальное, оно с какой-то бесцветное, оно как бы почти что. Да? Это был такой некий компромисс, некий палеотив. Но даже эти вещи, конечно, они все равно постепенно начинают шагировать. А неужели вы думаете, что Давид сделал, простите, Микеланджело сделал Давида белым потому и только для того, чтобы бояться цензуру? Нет, конечно, не только. Конечно же нет. Нет, конечно, не только. Но, тем не менее, надо понимать, что начинался ренессанс в полнецитных стадиях. Откуда эта идея вообще возникла? Ну, ренессанс. И эстетическая. Сейчас мы этого коснемся дальше. Значит, дальше, как бы, тем не менее, начинается, опять-таки, это попытка вот этого греческого идеала попасть в область, где на самом деле ему сопротивляются, где он вызывает шок. То есть, чтобы он туда пришел, требуется привычка. Римляне привыкали. Ренессанс тоже начинает привык. Он приучает к этому. То есть, поначалу, это скорее шахизм. Это начинает, например, к обнаженной мужской фигуре посреди города. Это, как бы, совершенно не характерно для христианского средневекового просто никак. Более того, оно довольно быстро встречает активное запрещение всем известное. То есть, собственно говоря, фиговый лист. Который, поскольку реформация в разгаре, нужны всякие идеологические споры. Папа издает буллу о том, что так, ребят, давайте побаловались и хватит. Давайте, как минимум, гениталии закрывать. Значит, это, причем, ну, вот мы видим, очень симпатичный лоток в Ватикане. И просто сшивали, потому что, ну, как бы, иначе трудно прикрыться. Значит, там всех позбивали, позакрывали, там где-то позакрашивали, да, это все, как бы... Вот, например, прислал, как бы, да, вот копия Давида была прислана герцогу Тоскану в Англию. Ее тут же сдали в музей. Но, как бы, реально, вот викторианские дома, они приходили, падали в оба. Ну, то есть, это, как было, да, это без шуток, он же викторианство, это же вообще очень... Ну, это стоит отдельно прочитать. Там же, понимаете, книжку, написанную мужчиной и женщиной, нельзя ставить на ногу. Если они не уже жена. Это не известно, вот наши дети, когда мы их приводим в музей и мудречество... Да, это мы сейчас тоже касаемся. Наши дети. Пока что до наших детей мы еще не добрались. Мы начинаем объяснять, почему и как, и с чем это связано. Пока что мы до этого еще не говорим. Итак, значит, здесь, как бы, мы видим, да, что, как бы, с одной стороны, вот это привычка... Это прожденное чувство. Вот это привычка, да. Это все очень... Которое преодолевается с помощью... Не-не, это вот некая культурная... Мы просто понимаем, что все вот эти условности, они очень сильно обусловлены культурной традицией и привычками, которые навязываются. Поэтому говорить, что есть что-то очевидное в этой сфере, это, по меньшей мере, ну, как бы, без доказательств. Значит, здесь мы видим, да, то есть... Причем, обратите внимание, в Пушкинском музее никогда до такого не опускались. Никогда ничего не прикрывали. А здесь, аж до 50-х годов 20-го века простоял этот листик. Сейчас он один демонстрируется. Еще один пример. Тот же Аль Матадема. Ну, прекрасно. Там могут быть какие угодно, значит, картины. Там, понятно, всякие античные картины сплошь и рядом. Там есть какие-то обнаженные тела, там, и какие-то части тела, да. Вот он нарисовал модель скульпту, то есть натурщицу. Причем, он как честный художник. Он зарисовал ее со свеженайденной Венеры. Да, свеженайденный бронг, да, мара-мара-мистад. Но это вызвало скандал. Потому что, ну, одно дело, я рисую богиню, а другое дело, я нарисовал натурщицу. Внешне, ну, какая разница? Ну, а нет, вот есть правила приличия. Вот они такие, да, что вот нарисовать, вот как бы Венеру нарисовать, я бы мог. Нет, ну здесь же очень важно, вот вы еще до сих пор этого не проявите, не все это очень важного момента, степень идеализации. Да, но еще раз, степень идеализации, вот когда он рисовал после этого римские бани, вы можете посмотреть, должна ли там степень идеализации. Смею вас говорить, ничуть не большая, чем здесь. А она была приемлема. Значит, очень смелый эксперимент, приведший к совершенно неожиданному результату. Гипсел, ну, это член Королевской Академии, безупречной репутации товарищ, значит, все. Сделал смелый эксперимент. Он слегка подцветил статую. Это было вообще, ну, почти впервые, да, очень известное. Вот он на международной выставке ее представил. Вызвало тоже какой-то абсолютный шок в голове. Хотя, как раз, сами видите, она была такая очень, ну, нежная. Но более того, это вызвало шок не только у зрителей, у критиков, он и сам как-то так вот, я бы сказал. Ну, вот как раз вот то, о чем я говорила, вот, разница между архаичной и классической статуей, да? Но это не только классика, это уже, конечно, весь иленизм идет. Вот видите, все-таки цветовое исключение здесь очень деликатное. Да, но совершенно не факт, что так было в классе. Мы это знать точно не можем. Спокойно, спокойно. Угружайтесь, я не говорю, что так не было. Отдадим руки Копенгагену. Ну, и утверждать, что было так, мы тоже не можем. Более того, мы здесь не показываем при детях отдельные образцы, которые могли бы свидетельствовать об обратном, а гораздо больше смелости к тем вопросам, которые вы сочтете... Как я рада, что я в компании детьми. Да. Так вот, самое забавное, что сам автор... Подготовленный красным тащим. Они не то видели, надо сказать. Хорошо. Самое забавное, что сам автор, ну, реально такое впечатление, что вот у него произошло немножко как-то... ему как-то стало тяжело. Он как бы влюбился в эту статую. То есть, я сначала думал, что это чуть ли не пародия. Нет, это он сам вот писал. Вы знаете, вот я как-то... Он... Это можно было бы воспринять, как, может быть, даже такую какую-то элегантную шутку, если бы ни один такой факт, что он должен был отдать эту статую заказчику. Он пять лет за окончание мог из него вытрясти. А Фрей, простите, еще не родился. Он даже помочь толком не может. Это не проблема реальность. То есть, вы понимаете, что может дать расцветка, да? Она может реально от людей как бы так... Особенно, когда у тебя многовековая история бесцветности, и тут начинают появляться цвета, и у людей как бы вот... Не трудно. Это называется «выше едет». Теперь, да, как же едет. Теперь, что происходит у нас? Ну, Петр Первый привозит Венеру Таврическую. Представьте себе картину. Начало восемнадцатого века в России, посреди сада, посреди сада, ставят, ну, голову женщину, скажем, мягко. Прямо выражаясь. Это как бы сказать, что это шок, это мягко сказать, да? То есть, условно говоря, Россия должна вот все те века, которые, значит, Европа привыкала к этому ужасу, должна быстренько пробежать и сказать, что да, она тоже понимает, что это же все условно, как вы говорите, ну, это же степень условности, ну, какая степень условности? Стоит голая женщина. У всех реакция абсолютно одинаковая. Поэтому, да, Россия была вынуждена привыкать к тому же самому очень быстро. Но сначала стоял часовой результат. Ее заставили. Да, сначала стоял часовой. Вполне прибавные, да. А, еще забавные. Вот сейчас у нас как бы известная история. Тут у нас Аполлона на Большом театре фиговый листок навесили. Хотя, вот если вы сто рублей достанете, вы увидите, что там его нет. Да? Да, это такая очень любопытная, значит, все долго обсуждают, что, типа, до какого варварства докатилась Россия, уже не может, значит, классическую вещь стараться, все, цензура. Но, на самом деле, это все немножко разговоры ни о чем, потому что оригинальная статуя, которую создавалась в 19 веке, она не могла быть сделана без фигового листа. То есть, в принципе, по нормам того времени фиговый лист не мог отсутствовать. Но он там был. Как он потерялся? И почему? И почему что? И почему вся советская эпоха, как бы его... Это как бы отдельный вопрос. Дальше. К вопросу об античных традициях. Обратите внимание, да? Ну такая советская, известная такая советская эпоха. Я не говорю там купание красных коней. Но вот эта обнаженная статуя, абсолютно, видите, абсолютно эллинистического образца, стояла в парке культуры имени отдыха, значит. Дети ходят. Так вы сказали сейчас. Вот сейчас мы можем себе это представить? Нет. Во многом, вот эта конститутская традиция, которая для нас считается... Внимание, очень прощение, внимание к античности и как раз к идеалу обнаженного тела, как к символу героизма такого человечества, оно абсолютно в европейском искусстве тридцатых годов прослеживается не только у нас, в Советском Союзе. В Германии еще очень. Ну, например, Гидер вообще прославился тем, что он, собственно говоря, финансировал растопки в Олимпии. Нет, конечно, это мы знаем. Я просто к чему? К тому, что вот это прерывание вот этой традиции, вот стоит прерваться этой традиции. То есть, когда традиция длится как-то непрерывно, уже неприлично сказать, что типа, что это у вас такое стоит. Тебя скажут, ну ты вообще какой-то необразованный, село не асфальтирован, ну как это можно, да? Стоит этой традиции прерваться на десятилетие, заново ее, например, поставить такую статую, у всех это будет шок. А почему? Нет, нет, скажите, скажите. А я не буду давать ответы, мы сейчас говорим не об ответах. Вот, собственно говоря, классический пример, классический пример такой реакции. Это вот недавняя история, поставленная в копии Давида. Были масса, значит, протесты. Можем ли мы сказать, что женщина не в себе или что еще? Да нет, собственно говоря. И тут также и наоборот мы не можем сказать, что это не более чем такие, ну это очень сильно условные вещи. И относиться к этому нужно, ну как бы, исторически, как бы, во всяком случае, испытывать мощные реакции, считать, что они единственно возможные, а все остальные это извращенные, наверное, не стоит. Я как-то к этому подвожу, да, на целиком. А дальше, еще одна вещь. Хорошо, мы поняли, что окраска статуи может придать ей очень сильные вот такие моральные проблемы. А вот, что мы делаем со блоком? Ну, вот сейчас у нас некий вопрос. Мы ими любуемся. Причем, честно любуемся. Ну, как бы, ну, посмотрите, какая красота. Да, ну, как бы, это вообще рельефный эстрадный кран у некий Аптерос. Ну, вообще, у меня с детства любимые еще вот такие, да. Ну, посмотрите, как было. Зачем здесь эти голые, не знаю. Ну, ясно здесь уже, совершенно не обязательно. И уже раскраска здесь, тем более, не нужна, да? Да и вообще, как бы, современные художники, они просто творят сразу, готовые такие вещи. Абсолютно нормально, да? Или такие вещи. Ну, видимо. Или вот такие вещи. Ну, вообще, прекрасно, я считаю. Ну, вот, как бы, тремя складками, и все. И, как бы, вся эстетика, она здесь, и все. И культурные коннотации, какие-то эстетические, и все. Ну, прекрасно вообще, да? Способна это была античность? Ну, точно. Нет ни одного примера, где бы античность, найдя вот такую статую, не закопала ее в землю, бесконечно загубленную красоту. Что, что? Это поролон, да. Но, что самое забавное, ренессанс на это тоже был не способен. Ренессанс, несомненно, очень ценила тебя тут. Иван Кельман, вот, он пишет. Торст, бельведерский Торст. Особенно говоря, Микеланджело, вот, он, как бы, очень ценил его. Иван Кельман пишет, что, ну, Торст прекрасен. Вообще, это, посмотрите, как здорово. Но у него постоянного рефрена, что, типа, ну, а, насколько она была красивая, когда была целая. Ну, как жалко, что такое уродство сейчас осталось. И он все равно не может это, вот, какая-то самостоятельная эстетическая феномена воспринять. У него все-таки мечта о том, что, ну, вот, как бы здорово, если бы сохранилось, да? То есть, саму по себе такую эстетику обломка как-то того. Более того, да, вот я говорю, вот, конкретно, как у коллекции Андрея Дова, там был организон целая мастерская по доделке статуи. И тоже, пожалуйста, в Азаре никто-нибудь пишет, что, ну, конечно же, статуя, которая восстановлена, ну, это, например, круче, чем вот эти вот какие-то там обломочки. То есть, любоваться обломками Ренессанс не умел и, как бы, не хотел. Он хотел его доделать. То есть, это достижение нашего времени. А понятно, что обломок, окрашивать обломок – это полная бессмыслица, да? То есть, это тоже очень честно, очень тесно связано с окраской. Наша способность любоваться обломками, она неизвестно, неизбежно завязана на то, что окраска там не должна. Потому что, на самом деле, если она там будет, то будет же как-то странки-то. Оборванные куски кожи будут уже, наверное, шокировать. Вот, собственно говоря, классические реставрации, да? Аполлон Дельбергерский, видимо, он двигается. Вот, причем там, то она делает по максимуму, то снимут, то обратно давает. Да, кстати, вот, когда я показывал вам следки из БАИ, там нашлась в том числе и правая рука оболона. Ой, левая рука оболона. То есть, вот эта вот… Она, кстати, немножко не такая, как Найбергерский, но похожа теперь. Это тоже такое находит. То есть, как можно было ожидать, что вот найдется. Другая классическая реконструкция. Вот, Найбероколон, да? Тут же ему, естественно, понаделали руки, причем по-разному. Ну да, долго обсуждали, как там, так, мать. А потом, совершеннейшим чудом, в 1905 году нашли настоящую руку. Причем это вообще, как бы, спустя столько веков нашлась рука. Абсолютно доказательно она принадлежит ему, потому что там прям соединение соответствующее, да? А как и где? Что же там? В то же время, время. И вот сейчас, как бы, в музее, собственно, это музей Ватикана, Бельведер, собственно говоря, да, и вот, как бы, вот эта вот рука. То есть, она была за мной, она не была выпрямлена, как в большинстве реконструкций, она была за мной. Ее вот так оставили. Ну, соответственно, как бы, да, по идее, можно реконструировать уже дальше. И вот, и в цвет уйти. Вот. Если хочется. Да, если уже хочется. Такой оттенок у вас не шокирует. Нет, я молчу. Эта реконструкция вообще от балды, что называется. Она вообще никакой научности с собой не несет. Это не более чем. Люди начинают фантазировать, что, ну, как ты же когда-нибудь. Ну, и, кстати говоря, видите, да, вот обломки, когда обломки в цвете, сразу же вот это, 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 это нехорошо. Такая обламанная рука, она становится еще более, она становится именно раной, такой обломок, в смысле ранения какого-то, а не в смысле красивого какого-то изломка. Поэтому с расцветкой никак не сочетается такая эстетика. Ну, и, наконец, последнее. Значит, на самом деле, самое занятное во всем этом деле, что, вот здесь вот, вы можете почитать, это может затянуться, дискуссия может затянуться очень надолго. Но общий смысл в том, что понятие искусства в том виде, в котором мы им оперируем, античности не знакомо вообще. Они вообще не оперируют такими понятиями. Для них искусство – это разновидность ремесла. Ну, то есть, в чем-то, да, вот это похоже, как бы, там, на ремесло плотника, там, ну, они, конечно, свои специфики имеются, там, понятно, у поэта, там, да, ну, в целом, это ремесло. Более того, очень забавно. Вот, я вам говорил о споре по работе, о споре искусства. Ну, почитайте, вот это нельзя не почитать. Вот Леонардо пишет про работу скульптора. Скульптор производит свои творения с большим телесным трудом, с большим телесным трудом, чем живописец, а живописец производит свои творения с большим трудом умом. Скульптор, при работе над своим произведением силой рук и ударами, должен уничтожать лишний мрамор, посредством самых механических действий, часто сопровождаемым великим потом, смешанным с пылью, превращенным в грязь, весь залеплен тесто, кажется пекарем. Совершенно противоположные присылают уже написцы. Он, значит, с большим удобством сидит перед своим произведением, хорошо одетый, держит величайшую кисть. Ну, это какая-то пародия. Вот как, о чем пишет ли она, зачем он это пишет? Задаемся вопросом мы. Ну, вы понимаете, как бы всерьез говорить, что живопись из-за этого лучше, чем скульптура, довольно как-то странно вроде казалось бы нам. А зачем он все это написал, да еще в таком вот гипертрофированном виде? На самом деле, есть довольно несложное объяснение. Им очень важны были вот эта вот механическая работа, это признак того, что это грубое ремесло, оно не может быть высоким искусством. Причем, в понимании искусства еще там что-то. А тамошнее искусство дело, когда, опять-таки, еще не было вот этих вот искусств как такового. Тогда были другие. Были свободные искусства, но под искусством тогда понималось любое умение. То есть искусный плоп, пекарь тоже искусственный. Это не в смысле художественного. И был классический набор из семи свободных искусств, куда не входила ни живопись, ни скульптура, никто не входил. Даже поэзия не входила. Это курс, который предшествовал моему поступлению на философский или теологический уже на серьезной факультете. То есть это как бы начальное образование. И вот Леонардо этим своим смешным пассажем пытается доказать, что это свободное искусство. А вот да, ну вот скульптура, да, это конечно механическая. Это конечно классом пониже, да. То есть понимаете, им было важно войти вот в эти вот элитное восприятие, что вот не дай бог кто-то подумает, что это такое какое-то вот грубое. То есть в античности понятно, всякая грубая работа это у дела рабов. Ну или там метеков максимум, потому что точно не свободного в ожидании. То есть одним из признаков свободного искусства было то, что они должны напрягаться, особенно механически. Понимаете? То есть это анекдотические вещи, которые для нас вроде как бы сейчас совершенно даже уже непонятны, но если вы не будете их учитывать, вы не сможете понять вот эти античную эстетику и цвет в том числе. Более того, да, вот здесь, собственно говоря, дальше мы цитируем, что да, имели, александрские художники еще не имели этого. Только вот 17-18 век впервые ввел понятие вот эти вот прекрасные искусства как-то, да, которые отделились от ремесла именно как вот какая-то эстетическая картинка. Ну, в общем, это скорее так, для общего завершения картины. На этом у меня как ни странно все. Ой. Ну, пожалуйста. Отлично. Отлично. Большое спасибо. Зато у тех, кто остается у нас на следующую лекцию. Саня-то немножко времени для того, чтобы прийти в себя, немножечко проветрить голову. Вот. И вообще немножко встретить свои силы, девички. А я, друзья мои, увидя здесь, я много людей, которые не слышали там. Первый раз, наверное, после приглашения Олега, хочу сказать, что в Музее Востока приветствую своих новых посетителей, да. И хочу обратить ваше внимание на то, что в нашем музее есть кепторий. Вот. И HostG只 куда дела. С celui-тоاضожно. И эм, музыка. В办, Todo к物 kung ч аудель, сделать в них.